Добрый день. Кто первый раз вели на лекции, поднимите руки. А, ну да, мы здесь первый раз вели на лекции. Вообще, первый раз на лекции. Или вообще на лекции, на подобного рода. Первый раз. Много здесь, если так, хорошо. У нас сегодня очень важная тема. Засмотрим ее. И она так важна тем, что мы должны научиться пользоваться этим знанием в практике. То есть мы будем сегодня обсуждать законы судьбы. Как бы судьба, она не подойдет, как казалось бы, каким-то нашим представлениям, пониманиям, анализу. Просто есть судьба, ее нужно принять. И мы не знаем, что это. Что будет завтра. Не знаю. Как слова пророк Мухаммед. Я пророк. Но я не знаю, что стану будет завтра. Человек, обычно, не знает своей судьбы. И также это написано и в других древних трактатах, что распределения судьбы очень сложны для человеческого понимания. То есть практически невозможно их осмыслить в подробностях, в деталях. Это очень сложный узел лично-следственной связи, поступков и последствий. Представьте, сколько одновременно все происходит в нашей жизни одновременно. Мы думаем, это деятельность. Мы говорим, это деятельность. Мы идем, это деятельность. Мы совершаем какую-то работу, это деятельность. Работа разного рода, может быть. Мысли разного рода. Отношения разного рода. Муха пролетела. Присела мне на нос. Повыряла мое настроение. И если так что-то высчитывать, мы не сможем с вами. Мы бессильны. Видеть, контролировать такой закон. И тем не менее, мы должны сегодня выявить основные моменты этого закона, что мы могли все же управлять своей жизнью. Я приведу пример. Сложный компьютер. Для меня это сложная машина. Я не знаю, как он устроен, не изучал. Но я могу им пользоваться. Я знаю функции этих кнопок. Я просто нажимаю и пользуюсь. Вот мы сегодня поговорим об этом. Какие же кнопки нужно знать в этом сложном механизме, чтобы все-таки пользоваться нашей жизнью. Строить свою жизнь, как мы вот именно с вами хотели бы. Получить должный именно результат. А не такой, какой приходит. Странный тут так. Потому что обычно в нашей жизни происходит так. Мы совершаем множество усилий. Для приютной цели. А получаем что-то незначительное. Вот так вот. Вот обычно в жизни. Либо ошибку совершаем, влюбляемся от кого-то. Организуем брак. А потом через 10-15 лет мы говорим друг другу. Ты мою жизнь угробь. Или угробь и лад. Все. Мы разочаровываемся от любви до нервности шаг. И что это за законы, по которым строятся эти отношения. Ну как я сегодня поговорю. Как же строится наша судьба. И кто ее собственно строит. Общий принцип такого. Что посеешь. Это общий принцип. Иногда достаточно этого уже разумному человеку. Чтобы понять, что нужно делать, что не нужно делать. Правда же, да? Но мы с вами не так разумные, как люди в прошлом. Вы слышите? Мы современные люди. Для нас характерно сомневаться во всем. Замерите? А если, скажем, вы здесь верите в Бога, кто-то верит в Бога, то одновременно об этом и сомневает. То есть нет такой твердой у нас какой-то позиции. Той или иной. Мы живем в сомнениях. В двойственности стексис. Или нигилизм, как это было. Целое направление открыто. То есть недоверие. То есть эмпирический путь. Нам нужен эксперимент. Опыт. Чтобы убедиться в этом. Мы не сломим весь словам каким-то. Но посмотрите, что говорят древние верности. Три типа разума. Первый тип. Очень просто. Высший разум. Средний и высшего порядка. Разум. И что такое разум высшего порядка? Он получает опыт жизни на слух. Достаточно. Пример. Человеку говорят. Ты знаешь, вот не нужно воровать. Потому что есть ответственность. Есть уголовный ходец. Есть наказание. Можно вот столько-то лет проводить заключение в тюрьме. Ну и человек услышал. И делал. Все. Опыт получил насколько-то разум. У нас слух достаточно. Родители пытаются связывать именно так. Опыт жизни. Дорогие. Дорогой мой. Дорогая моя. Не делал и так. Я по опыту знаю, что плохо для тебя будет. Будут такие последствия. Я вижу. Твое уже будущее. Я уже видел много раз. Но, как правило, ребенок не слышит слух. Не может получить опыт на слух. Нет. Потому что это уже высший рак. Сформированный рак. У него нужно еще дойти нам. Это редко мы встретим такого человека. Это сверхординарная личность. Необычная личность, кто имеет такой рассудок. Мощный. Собственно, все знания духовные принимаются наслухами. Но к этому нужно быть готовым. Потому что у нас у всех есть скепсис и нам нужен опыт. Второй тип разума. Он тоже слышит самое, что не нужно это делать. Не нужно нарушать закон. Есть наказание. Но, а если не свидетелем? Наказание же не будет. Ну так. Это момент очень важного. Мы как раз в руководстве чаще всего. Когда не свидетелем, то можно. Почему? Ты же никого. Ты кого-то никому не касается. Только меня лично и все. Я перед собой только отвечаю. То есть я могу это сделать безнаказанно, кажется. Но наказание обязательно придет. Либо все-таки найдут этого человека. Либо болезнь какая-то придет. Либо что-то еще. Какая-то реакция будет за любой наступок. И получив этот реакцию, человек думает. Все. Я понял. Завязал. Я завязал. Прочно. Я понял. Этого делать не буду. Я вышел из игры. Все. Второй тип разума. Как скажем, в нашем случае, я сниму успешность. И все хорошо. А вот когда болезни приходят. Или семьи разрушаются. Какие-то стрессы. Мы начинаем спрашивать. Что же делать? Открываемся к чему? Слушаем. Это как раз второй тип разума. Третий тип разума. Он не может получить опыта ни на слух. Ни на опыте страдания. Криминалисты называют это рецидив. Рецидивист. То есть он не исправит. То есть в дом тюрьма. Он выходит. Творует снова тюрьма. Он выходит. Снова рует тюрьма. И всю жизнь продолжается. Третий тип разума сейчас нас не интересует. Это невозможно ничего передать человеку, у которого нет. Но здесь мы видим другую картину. Мы интересуемся. У нас уже есть опыт жизни. Мы хотим изменить свое положение. Это факт. Это видно по глазам. Мы надеемся что-то получить сегодня, что поможет нам в жизни. Конечно. Разве мы сегодня пришли развлекаться? Это не шоу. Здесь не будет каких-то юмористических программ или борцовских состязальных целей. Нет. Здесь мы попытаемся разобраться в очень серьезном моменте жизни. Законы судьбы. Наши судьбы. И первый момент, что говорят в химические книги. К чему должен учиться человек в своей жизни? К чему все образование? Вы не поверите. К чему случится все образование человека? Научить его быть удовлетворенным тем, что он умеет. Как раз это просто противоречит тому, что мы сегодня слышим в мире. Не удовлетворяйся. Это причина прогресса. Тое не удовлетворение должно быть. Ты не можешь быть доволен тем, что ты достиг. Тем, что ты имеешь. Больше, 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 больше. А древние говорят, нет. Сначала нужно умиротворить и принять то, что есть. Оценить то, что есть. Полюбить то, что есть. Например, к деньгам этот принцип может быть минимум. Мало, можно больше. А джинь и отлюбить такой путь. Мало джинь, нужно больше. Нет. Удовлетворись тем, что имеешь. Вот об этом речь идет. То есть качественно оценить, полюбить то, что мы сейчас с вами имеем. То, что непосредственно наше окружение. И вот если мы сможем это сделать. Полюбить, так сказать, и простить. Вот тут начинается развитие. Это развитие своих законов. Опять все. Вот представьте, человек упал в том месте. А подняться хочется сидеть в этом месте. Возможно. Вот там, где упал, оттуда нужно подниматься. Из своей среды нужно уйти. Часто можно слышать, что я могу сделать в жизни. Как раскольник. У Достоевского. У меня обстоятельства, я ведь и нищий человек. Жизнь ко мне несправедлива. Я хочу подняться по-другому. Я хочу убить эту старушку. Она не важнее в жизни. Она жадная, меркантильная и прочее. Она обманывает людей. Зашивается на бедных людях. Ничего. Ничего вредного не будет, если убьют. Общество ничего не потеряет вообще. Но эти идеи я использую для своего образования. Потому что он очень ценно важный человеком в обществе. Так хотел поднять отскольников. Не из своей среды. А искусственно занять другое образование. При помощи без потребности. Но что говорят законы? Если цель твоя возвышенная, ты не можешь к ней прийти неизменным настойком. Что просеешь? И пожнешь. Это невозможно. Если цель твоя возвышенная, ты должен поступать в соответствии с этой целью. Тоже возвышенная. Тогда ты получаешь результат. Еще Лев Толстой написал рассказ Карма. В средстве времена он был исключен из собрания сочинений Льва Толстого. Но в ранние издания, а не включаясь в этот рассказ, так назывался Карма. В то время слово было необычное. То есть в средском студии мы не слышали такого слова. А если слышали, то они не знали, что это такое. Потому что оно многогранно. Например, ученые востоковеды спрашивали нас когда-то об этом. Об этом значении слова. Это был, может быть, 86-87 год в Санкт-Петербурге. Они не знали точно, как определить это слово карма. То есть судьба. Она еще много чего означает. Мы не могли понять, что это за термин какой. И вот Толстой написал рассказ Карма, где описывает одного человека, слугу хозяина. Богач имеет слугу. Это слуга. Очень верный. Очень послушный. Очень сильный физически. Он еще прекрасный борец. Он развлекает хозяина своей борьбой также. Он сопровождает его всюду. Очень честный. Надежный. Все оказалось бы хорошо. Случай. Но случилось так, что хозяин где-то по дороге потерял кошелек. Подразделя какого-то монаха. Потом монах сошел по дороге. Они приехали в город. Где купец должен был расплатиться этим кошельком. Кошелька не оказалось. Ситуация была очень сложная. Он подвел такой партнера. Он привез деньги. Нахватился. Денег нет. Что? Монах, конечно же, не мог сворокать. Настоящий монах, святой человек. Значит, ты не говорил. Ты мой слуга. Забрал деньги. Сказал. Нет, нет. Я не прав. Кто еще? Никого нет. Бить его. Сбивать связки. До полусмятия. И когда уже чуть не убили, человек и явился над монахской. Шириком и сказал. Да вы мне любые вы. Вот я за вами иду всю дорогу. Тогда он пошел. Ну и ладно бы как бы. Но этот несчастный борец, слуга, он так и видит. Ну ладно, ошибся хозяин. Побил. Но хотя бы прощение бы попросил. Хотя бы облазгал. А ничего не сделал. Даже прощение бы не сделал. Он сбежал и поблизал. Собрал таких же бравых, лихих, обиженных людей, возглавил их. И стал латаманом. Грабит в душе. Что он делал? Он грабил эти знатные людей. Подместные. Там леса, засады, как обычно. Их оружие, и дубили, и ножи, и что-то там в духе. И он, поскольку он был борцом, он очень хорошо обучился в свою бригаду. Знаете, борцовским искусством, рукопашным обоям. В общем, ребята были хорошо подготовлены, как сказать, сенатом. И в конце концов, он уже сбогател. Старочный богатый. В смысле, в богатую лесу какой-то. В богатых Тель-Виве, это важно. Но когда в лесу богатые. Ну как? В сборке с богатым. И в конце концов, планы стали меняться. И тут-то и заметили эти бандиты, что, посмотрите, на Шатаман, конечно, он хороший парень. Смелый, многому нас научил, но он не спрятил отношения. Он берет с ее половиной добычи, а остальную половину между нами только где-то. А с ними что-то встать вообще-то? Мне жаль. Мы рискуем не меньше его вообще. И так они сговаривались. В какое-то время, в конце концов, нападает. Напала в него вся команда. И сбила его до пул смерти. Разграбил его деньги. Разграбил его деньги. Разграбил его туда. А этот человек вообще не мог помнить, что за судьба. Там его судьба и побили. Сейчас его побили. Он же встроил свою судьбу, как хотел. То он не принял. Он создал новую жизнь. И вот такой же результат. Он лежал. Бул живой. И там какой-то отшельник жил в лесу. Который старик нашел его и выходил. Ты мудрый человек. Почему? Потому что ты отшельника. Отшельники контролируют чувства. А означает, что они могут видеть будущее и прошлое. Если вы научитесь контролировать чувства, вы тоже обретете какой-то способность. Много вы. Скажи мне. Почему такой печальный джентал? А что вы думаете? Почему это печальный? Почему это печальный? Почему ты научил этих людей? Драться? Грабить? Совершенно силен? Только и получи. Почему вы удивляетесь? Что постеришь? Что по жмешь? А если ты научил их любить, то получил бы любовь. Но ты-то их можешь украбить, убивать. Получи. То же самое. В чем же несправедливости? Это рассказывается карма. Два слова. Ну как бы здесь показана какая-то ситуация. Понятная нам. Но как мы сказали, в целом закон не простижи, не пытайтесь. Нужно контролировать чувства, чтобы увидеть более-менее глубоко этот закон. Пока мы еще чувства не владели чувствами любого. Нужно время для этого. Об этом всего не поговорим. Например, чувства, ум и разум. Это наши внутренние составляющие. Органы чувств. Это что? Зрение, понятие, вкусы, сезон, слух. Пять. Они колесницы. Они включили этот мир. Эти лошади тянут нас в колесницу. Глаз, зрение, ухо, слух. Мы хотим эти объекты. Мы хотим слышать. Хотим видеть. Хотим осязать кровь на вкус. Мы живем. Они тянут эту колесницу по этому пути нашей судьбы. А управлять этими чувствами ум вошли. Ум это шестое чувство внутри. Он не поведен наружу. Неприятное было бы зрелище. Он через глаза смотрит. Через то, что слышит. Через то, что слышит. Через звук пробует. Он одновременно может грядить, слышать, обонять и связать. Он шестое чувство. Он синтезатор этих всех восприятий. Как бы создает фантазии всевозможные. Эмоциональные картины, ощущения. Сложные. Ум. 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 То, о чем мы живем в основном, это ум. Ум. Например, как можно сейчас создать иллюзию при помощи кинематографа. Есть такие синтезаторы. Вы видите синтезаторы, где вы снимаете объект и огонь. Соединяете. И горящий объект появляется на экране. Синтез. В уме то же самое. Выведите золото. Выведите ком. Во сне можете видеть золотую гору. Ум может синтезировать. Соединяете два момента. И вот тут важный момент. Ум принимает это чувство как то, что приятное для него. А то, что неприятное, отвергает. Так он стоит. Не хочет видеть горькое лекарство ребенка. Никакое. Почему? Горькое. Ум отвергает. Очень сложно заставить его. Поэтому есть еще разум, который может заставить. Надо. Полезно. Что он видит? Слезтие. Горько, но полезно. Блин. Разум это воля человека. Ум это просто желание наслаждаться. А чувство инструмента наслаждает. И если бы не разум, то что было бы с нашей жизнью? Закони неопустные, бесы, гостицы. Представьте, несутся кто-то. В опасной ситуации. Знаете, в кругом ландшафте. Там обрывы. Жуткие места могут быть для нас в жизни. И это резинца неуправляемая нашей жизнью. Судьба неуправляемая. Если мы идем по воле своих чувств и ума. Как любовь. Любовь для чувств означает, я люблю что? Люблю такой вкус. Люблю такой продукт. Это любовь для языка. Любовь для уха. Это прекрасные, приятные мелодии, нежные и другие. Любовь к женщине означает на этом уровне сексуальную любовь. Тело женщины привлекательное, очень красивое. Тоже люди любят любовь. Но эта любовь очень быстро присыщается, как любое чувство. Это чувственное мир. Органы, восприятие очень быстро присыдятся. Вы не можете каждый день есть одну и ту же пищу. Служить постоянно одну и ту же музыку. Даже всегда самое лучшее. Очень скоро было чувствовать отвращение к этому. Это от любви до ненависти один шаг. Всего лишь один шаг. Мы очень быстро присыщаемся, привыкаем, разочаровываемся. Помните, как с легкой парой мы говорили, вот сложно жениться. Душа не меркать. Перед глазами живешь всю жизнь, каждый день. Так, так, так. Вот я выдержу это. Вот сейчас ты мне нравишься, а вот каждый день я смогу это терпеть. Смотри. На один и тот же объект. Это ум. Он примет пока приятно, а когда неприятно, отвергнет. Брак, развод. Все, больше это не неприятен, неприятно. Все ту же составил. Раньше была молодая, красивая и не такая вредная. А сейчас ведьма превратилась в это. То есть это вот функция ума. Это как жевательная резинка наша жизнь получается. Пока она сладкая, мы ее жуем, вкус ушел. Дайте новую жевательную резинку. Надоело все. А что это все? Так, ну вот все, не могу. Поймите меня. Поэтому развод узаконили. Знаете, почему узаконили развод? Ну, во всяком случае, в России. Не знаю, как в других местах. Но была причина социальная, важная. Участили случаи убийств между мужем и женой. То есть настолько неманесим были отношения, что люди друг друга травили и убивали. Поэтому, в конце концов, узаконили развод, приняли. А раньше не было такого закона. То есть люди как-то могли. А как же, вы спросите, они могли терпеть друг друга? Так вот. Нет. 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 Они могли общаться с другими разумами. Другого мы не чувствовали. Развод сейчас практически. Человек не используется. Ну, нас не научили. Мы хотели бы его использовать. Собственно, мы для этого пришли, чтобы научиться чему-то. Именно развод управляет колесницей нашей жизни. Именно он. Он пойдет куда угодно, куда приманит деньги и секс. Куда угодно. Его можно купить и продать за что угодно. Он продажный тварь. Величайший враг, если мы его доверяем, если он не под контролем, он. Враг нашей жизни. Наш собственный горе от ума. Но если он под контролем, это лучший друг, хороший управляющий. Ну. Если ум очистит, мы можем идти далеко. Приконим чужим. А это не фантазия. Сейчас я объясню. Как он разводит. Фантазия от медитации, это неопределенно и то же. Фантазия основана не на законах счастья. А на желаниях счастья. Как дети? Я хочу и построю вот такой дом. Вот его счастливое желание. Но взрослые знают, что построить такой дом, нужно знать много наук. Как это было ребенком? Знаете, что я фантазировал? Я думал, наряд под водой. Чем глубже, тем лучше. До столкарта тихого океана. Уже иногда не возникли. Где это? Выбрал самую глубокую точку, Марианская спалина. Думаю, вот туда нужно мне нервничать. Что мне нужно? Глазку, маску. Какие? Ну, может, руку и что-то надо. Ну, там, известно. Аркваланник позже узнал. И вот у меня были такие планы. Мать узнала по этих планах. Это реально, что ребенок серьезно увлекся этим нырянием. А тут рядом Аркутская вода у нас. Знаете? Точно нырнет? И она с ним стала разговаривать. Вот нырять зачем? Скажи мне. Вот что ты там хочешь? Алисинь. Я стал думать здесь, зачем мне рядом? Какая-то парень. И вот, ты знаешь, там, хочу нырнуть на дно. Нырнуть на дно. А там что? Ну, там что дно. Ну и что дальше? И копать что-то. Так это что за профессия? Я не знаю. Вот хочу копать. Там что-то есть интересное. Это что-то тайное. Ну, то есть подводный архиолог. Как я сейчас выяснил, есть такая профессия, кажется. Подводный архиолог. И... Марк говорит, я его не переживу. Ты дойдешь в Мариамском банке? Говорит, я его не переживу. А я гордился, что мне такой крутой. На рекламу даже Марк переживет. Так она не поленилась. Она пригласила какого-то человека с двумя образованиями, чтоб со мной поговорил. Она говорит, подводный архиолог. Ну, ты знаешь, один институт нужно закончить для этого. Сейчас вот фантазируешь, а чтобы это осуществить, чтобы погрузиться в эту спальню, нужно столько наук знать. Потому что там, там, вене, там, свойства воды, там... Ладно, давление вообще какого-то другого тела человека. Это все нужно столько знать. Значит, нужно быть биологом, нужно быть там, не знаю... Не знаю тех. И я стал понимать, чтобы, поскольку слушайте, такой план ума недостаточно, фантазии. Нужны реально знать законы. Законы, эти стихии, в которых погружаются. Жизненная стихия. Давайте без фантазии изучим эти законы, чтобы погрузиться в эту стихию, не погибнуть там. Мы можем построить мост, если знаем новую способность определить спортирования материала. Инженеры должны знать, собрава, какая противная долга вам необходима. Иначе вы, если вы не знаете, какой материал использовать для конструкции, вы развалите его. Опасную ситуацию создадите. В самолётестроении где угодно, сколько, сколько нужно знать, чтобы фантазировать потом, проектировать, медитировать. Основания должны быть. Когда наши мысли и желания будут сбываться, повезёт нам в жизни, скажем, что это хорошо, это правильно. Вот результат. Ты хотел получать. Но если мы фантазируем на руку ума и чувств, всегда он не топан. Как только мы присытимся нашими отношениями, всё кончится. Любовь разума совсем другая. Разум говорит не тело. Ума и чувства. Они сначала связаны с телом. Это очень приятно, привлекательно. А разум говорит брак. Это что такое? Большое служение, старшие говорят. Нелегко. Это разные характеры. У каждого сложное эго. Эгоизм. У детей тоже. Жить сложно. Много раздражения. Много терпения. Нужно учиться прощать. Они говорят. Столько нам всего говорят. Они не понимают нас. Это старое поколение. Они любить-то не умеют. Они древние уже. Мама говорит. А у нас любовь. Мы современные люди. Такая у нас любовь. Современность. Они просто нас не понимают. А старые люди поздравляют нас на день свадьбы. Счастливы говорят. Может вам повезёт. И плачут. Горьки не слезают. Потому что знают, что будет дальше. Какое чистилище измельной жизни. Потому что эти люди молодые полным невежеством принимают эти отношения. А вот смогут ли они сохранить хотя бы уважение через 20-30 лет совместной жизни. А смогут ли они воспитать хороших детей. Зачать хороших детей. А я же не знаю, как это делать сейчас. Они же понятия не имеют, откуда берутся дети. Как они производятся людьми. Они начинают случайно сейчас. Вступают в сердце. А потом, ну, ребёнок и всё. А как ещё? Они думают, вот это и есть тот же самый процесс. Но тогда вы же возьмёте талантливых людей. Родить может и свинья. Сразу ты 12 поросят. Оп! И готовы. Никто же не проставляется к нему за это. А человек оставляется, когда у них большая семья и дети. Потому что это запас. Да, обратите. Небольшой вопрос. Тут есть ценности человечества. И сейчас мы говорим об этом, потому что мы утрачены эти ценности постепенно. Они ещё не все утрачены. Но постепенно мы теряем эти ценности. Я человек из-за региона Российского. И там, ну, катастрофа. Восемьдесят процентов. Как говорят бессловицы, это конец цивилизации. Конец. То есть по семейным традициям определяется уровень цивилизации культуры. Потому что религия это не храмы и не вера. Это семья. Религиозные традиции созданы для создания семей. Семья освящается в браке. Это всегда духовный союз. Это не союз вожделения. Это не союз похоти. Это союз душ. И об этом мы не знаем сейчас. Потому что читаем это область религии. Где-то в храме об этом говорят. А я у себя дома, что хочу, что я делаю. Но возьмите все десять заповедей в Библии. Вы увидите, что все заповеди примены. Только к семье. Это семья. Не убивание. Преподействие не пройдет. Не лги. Почитая мать и отца и прочее. Ты Бог один. Общество одно в основном. Ты живешь в социуме. Это семейные традиции. Сейчас мы все это, знаете, разбросали по сторонам. Кто верит, кто не верит. Твое личное дело. А это законы разрушения. Есть законы войны. Есть законы мира. Есть законы разрушения. Есть законы соседания. Есть законы поддержания. Какой путь мы выбираем? Что мы хотим? Ты получишь. Рыцарь на распутье. Указательный камень. Туда пойдешь. Коня потеряешь. Направо пойдешь. Жить потеряешь. Но славу достигнешь. И из три направления говорится в сказке. Выбирайте. Выбирайте результат. За это выбирайте жизнь. Выбирайте цель. Выберите образ жизни. Терпите. Если хотите высокой цели, вы должны много выдержать. Много выдержать. Это будет непросто. Дешевая жизнь для глупцов. Не бывает такой. Дешево ничего не наслаждается. Почему происходит развод? Все это точно. Если взять с точки зрения причинно-следственных отношений. Любишь кататься или саночки возишь. Это принцип кармы. Работает в материальном мире. Детям. Муж и жена женятся. Почему? Потому что любовь это приятные отношения. Высшее наслаждение это отношения глупого. Значит и плата тоже самая высокая. За минус. Это карма. Это следственный закон. За что-то нужно платить. За все в этом мире нужно платить. Это законы материального судьбоносного существования. Не только. Есть еще другие законы. Об этом мы поговорим позже. Пока мы рассмотрим вот этот закон. Чисто вот такой слепой, рациональный, материальный примиток. Что по силе, что по дочке. И вот человек женится. Уходит замуж. Потому что это счастье. А платить не хочет. Обязанности выполнять не хочет. Или не знает каких обязанностей. Сейчас мужчины же не сравниваются в эмансипации. Обязанности размываются. Тоже непонятно. У кого какие обязанности. Какой долг в семье. И если вы не платите за это, что происходит? Ну представьте пример. Пример. У меня есть друг. Миллионер. Он очень понравился. Это пример. Нет у меня такого друга. Но я привел только пример. Потому что я хочу занять деньги большие у этого друга. Подружки. Говорю, сто тысяч долларов замени, пожалуйста. Месяца на три. Ну подружка, пожалуйста, бери сто тысяч долларов. Можешь позже отдать какая-то. Доверяю. Дружку. Я взял сто тысяч долларов. Отдать не могу через три месяца. Ну ничего, я потерплю, сказал мой друг. Но уже напрягаться не буду. И через год я тоже не могу отдать долг. И через два тоже не могу отдать долг. И через пять лет тоже. И что произойдет в это время? Мы стоим врагами. Почему? Долг не отдавался. Мы должны знать эту вещь. Что мы разрушаем свою жизнь, судьбу, когда не отдаем долг. Дхарма это называется. Санскритское слово дхарма очень объемное. Послушайте, хорошо, внимание. Дхарма. Дхарма это нужно знать каждому человеку, что это такое. Это очень объемная паренция. Самая объемная паренция дхарма. Весь мир держится на этом слове. Как говорится на честном слове, это есть самое честное слово. Документы не нужны, здесь есть дхарма. Сейчас видите сколько бюрографии, сколько такой метод. Дхарма слабеет, потому что это подборки искусственные, это протезы общества. Бюрократия. На дхарме. Дхарма это означает природа. Любая. Дхарма означает религия. Дхарма означает путь. Дхарма означает цель. Дхарма означает обязанности. Дхарма означает твердость. А что же такое дхарма? Ключевое значение природы. Я приведу пример. Дхарма камня. Что такое? Твердость. Твердость. Если камень теряет твердость, это не кажется. Это его определение, его природа. И отсюда его предназначение исходит уже. Его путь, его функции. Из этой самой природы. Это дхарма. Дхарма воды жидкая. Дхарма сахара слабкий вкус. Дхарма соли соленый вкус. Как говорил Христос? Если соль потерял свой вкус, куда вы? Просто бросите на дорогу. Все, она потеряла тхарма. Это уже не соль. Дхарма тигра. Платаядный хищник. Природа невинная природа. Тхарма. Он должен быть. И если тигр. Вегетарианец. Он скажет, что он какой тигр? Потому что кошки. А у него природа таковано, что не пойдет воровать вам апельсины. Он мясо съест, конечно же. Если вода не жидкая, то же не вода. Духое состояние. Дхарма меняется. Видите? А какого же дхарма человека? Ведь можно не знать. Хотя мы именно люди. И мы вступаем в отношения. Мы уже начинаем действовать активно в нашей жизни. Мы уже помнируем. Не зная своей природы толком. Что же такое человек? В чем его особая дхарма? Особая природа? В чем его особенность? Исключительно. Никто не займет человека в этой роли. Против каждого живого существа несет исключительную функцию какую-то. Важную. И полезную для кого-то. Важную. А вот человек. Какую функцию? Он подобен тигу. Или камню. Или ослу. Или свинье. Как Крылова говорил. Сравниваю. Но ведь это какой-то человек разный. Его можно назвать иногда скотиной. А можно назвать сыном Бога. Потому что разный человек. Так кто же это очень? Потому что он кому-то подражает. Или в неверии, что действует. А вот настоящие. Два определения дается. Дхарма человека. Как любящий и мудрый. Ни одно живое существо не способно вырунуть в другое общество. Поэтому если это царь, герой, венец. Привносит сюда любовь, мудрость, гармонию, мир. Мир отворяется. Мир отворяется. Святые люди. Мир отворяли даже чишников. На медведях ездили. На тиграх ездили. В никаких слонах. Слонов опустывали легко словом. Животные подчинялись им любви. У животных даже не можно пробудить любовь. Смотрите. А у человека можно пробудить любовь. Путь с этого начинается. Как пробудить любовь? Мы же любовь отдаем ребенку. Зачем? Надеюсь, что пробудится любовь у него тоже в ответ. Ничего. Мы ожидали одно. А вы не показали ему тхарбу. Просто отдали ему это. Но не указали ему тхарбу. Мы посвятили его. То, что его долг служение другим. Любовь ему, значит, служение другим. Пока мы служим себе. Служим эгоизмом. Это не человеческая природа. Это будет тяжело. И судьба строится подобным образом. Она непредсказуемая. Потому что у меня выгода, у вас выгода, у того выгода мы встречаемся. И конфликт. Непредсказуемая обстоятельства. У каждого человека это опасно. У каждого человека можно обмануть. У каждого есть своя выгода. Причем каждый скрывает это. Понимаете, как строится наша сложная судьба? В сложном настроении. Думаем одно. Говорим другое. Делаем третье. Какой же будет результат? Такое действие. Мы сейчас опишем логически то, что мы сейчас говорим. Карма означает буквально работа. Берем вот слово. Деятельность. Карма. И с разными видами деятельности. Три у вас там много сейчас. Три пути укажем. Как они описаны, какие у них книга. Они уже хорошо изучены. Карма означает труд благочестивый. Когда мы говорим человеку иди работай. Мы имеем ввиду иди честно в труде. Сделай что-то полезное в обществе. Это так, что тебя поддерживает. Если ты исполняешь свой долг, долг тебя поддерживает. Так это дхарма называется. То есть ты должен заниматься какой-то полезной деятельностью. Исполнять карму. Служить должен. Карма. Тигр защищает лес. Рез защищает тигра. Если вы исполняете свою карму, то карма защищает вас. Все. Вы защищены. Исполнять свой долг. И исполнять свой долг нужно при помощи кармы. Благочестивая деятельность. И карма защищает хорошая, благочестивая или благотворительная деятельность. Любая деятельность – это благотворительность. Смотри, Макар. Это какое-то благо для кого-то. Поэтому вы так не найдете права и обязанности, как сейчас мы в списке. Не найдете. Только обязанности. Ваше право – это просто чья-то обязанность. Скажем, что право ребенка пить молоко у мати. Нет, это ее обязанность. Она об этом не думает. Не нужны никакие документы. Есть дхарма. Это ее природа. Она сделает это. Не надо писать. Мать любая, как она. Зачем ей напоминать это? Поэтому то, что мы хотим, кто-то нам предоставляет. Это чья-то дхарма. И также мы для кого-то предоставляем то, что ему необходимо. Это наша дхарма. Наша обязанность – служить друг другу. Разные типы людей, классы людей. Они служат друг другу. И так они живут в мире гармонии и обществе. Но если тот же самый принцип работы не на благотворительность, а на личное процветание, и люди могут работать для других, чтобы иметь от них выгоду. Это называется вейкарма. Вейкарма, если сказать коротко, это какая-то эгоистическая, греховная деятельность. Запрещенная деятельность. И деятельность направлена против самого же себя. Вейкарма. Как из пословицы – не рой яму другого и сам ее пропадешь. Не привкаловец, а пить попридется. И сам он потом тоже будет. Не делай зла никому, что злой-то вернется к тебе, без этого он не забудет. Как это говорит свидетелю? Где свидетеля? Ну и сделай там зло. Но свидетеля-то они отправили. Веды говорят, даже в следующей жизни они. Как мы придем к нам? Склонны возможности. Если вы теленка выпустите в стадо из тысячи коров, он найдет свою маму. Вот так же наши грехи. Они к нам придут. Мы не знаем как. Я сейчас расскажу вкратце. Чуть прямо диагностирую этот момент. Тонкая человеческая память, о которой мы сейчас не знаем. Это не изучено. Это не традиционно. Но это то, что можно наблюдать и чувствовать. Если контролируете чувства, можете наблюдать многие вещи, которые нам бы сейчас не знали. Например, в прошлой жизни был враг. Заклятый. Вы не успели ему отомстить, потому что он вас убил. Он первый. Вы. Вы рождаете кого-то в семье. Ребенок родился. С родненькой. С большой. И он растет. Получается образование. Воспитывается. Затем. Ваши обидчики тоже умирают рано или поздно. А вы с ним связаны. Враги, друзья, связаны очень сильно. Это йога. Связь это йога. Мы думали либо о том, кого мы любим, либо кого мы не видим. Очень. Полностью поглощены в этом. Вегетация. Связь. Потому что если ты помнишь вот таких энергий. Связь сохраняется. Это как? Я, конечно же, забыл тот пистолет, этого человека, этого имя. Я же не родился в новой жизни. Я же не помню ничего. Не ошибаетесь. Вы помните все. Вы встретились с одним человеком. И самое уютное в том, что вы возобновитесь в первую жизнь. А другого вы просто идете и полюбите с первого взгляда. Они знают. И на всю жизнь. Узнаете его. Узнаете его. Мы узнаем людей. Это неприятное. А с чего ради? Вы не знаете человека. А это очень симпатичное. Вы уже не знаете. Но вот так чувствуем. Помните? Это функция разума. Тонкого разума. Тонкая память существует. А события забудем. И так наша жизнь строится. Таким образом. Карма. Викарма. То, что мы делаем плохо для других. Возвращаясь к нам говорится. По этим тонким законам, которые мы конечно не можем все проанализировать. В нашей жизни примерно 50% отношений с прошлой жизни сейчас поддерживаются. И 50% мы примерно строим новыми отношениями сейчас. Новую судьбу в свою сторону. Реинкарнация. Это тоже судьба. Примерно так она протекает. Свообразно показать. То примерно так. Вы делаете шаг. Раз. Смотрите. Вы. Противиться. Оп. Это ваша опора. Сейчас вы сверите карму. Делитесь. Вы работаете. Вы ребенок. Вы учитесь. Потом на работу. Потом на женились. И так далее. Вы действуете. Что вы делаете? Воследие новое воплощение. Не деньги в банке будете. Это внешняя сторона. Конечно же. А в внутренней стороне в студии новое свое тело создаете. Как если вы придете в институт, у вас будет другое тело после института. Более образованное. Социальное положение изменится. Тело изменится. И так далее. И так далее. Мы идем с вами по жизни. Но не помним. Буква. Ну конечно. Кто-то помнит. Совершенно недавно. Все же новости нам написали. Одна девушка из Башкирии. Девочка. Вспомнила прошлую жизнь. Вывела. Довела до белого колени своих родителей. Конечно же. Эти воспоминания о родителях своих. В Алма-Ате. Нашли всех родителей. Она их узнала. Обняла. Все. Рассказала. Поговорили. Все помнила абсолютно. И после этого успокоилась. И приняла своих новых родителей. Все. Спокойно. Забыл. И чувствовались. То есть. Такие связи полны. Полно. Я не буду сейчас об этом говорить о реинкарнации. Она написана. В русских ведах. Она написана. В индийских ведах. Она написана. В Библии есть намеки. Есть даже Евангелие намеки на реинкарнацию. Не говоря, что об Одисее или Алии. Во всех писаниях мира есть. Я думаю, что и в других писаниях она найдет. Правильно. Здесь вспоминание о реинкарнации. О том, что душа переселяется из тела в тело. Но реинкарнация протекает прямо сейчас. Пока мы уже не слышали. Тело меняется каждую секунду. Обмен веществ. Мы так говорим. Ученые. Но в личных неюлях смена тела. Через каждые семь лет тело волосы заменяет цвет. Седь, одиннадцать лет. Все, у вас уже новое тело. Еще семь, одиннадцать лет другое тело. Через семьдесят лет вас не узнать. Вася, а ты что-то? Что-то еще осталось. Характер как это кредит. Что-то схоже. Но тело совсем другое. Боже, я бы тебя не узнал, если бы так познакомиться и забыл. Так, в случае тело полностью другое. Вы скажете, но это же другой человек. Нет, нет. Это он. Личность тоже сам. Он тоже сам. Мать может подтвердить. Он. Это он. Смотрите фотографию. Не похож? Он, он. Он в таком теле. Сейчас другое тело. Но поскольку тип тела не меняется, вы еще узнаете человека. Личность узнаете тип тела не меняется. Предположим, у вас есть Запорожье 1812 года издание. Понятно, что за это время эксплуатации вы заменили там все. Все. И кузов, и двигатели, и колеса все на свете перепаяли. Они так говорят. Но узнают. Запорожье. Машина тут другая. А тип не изменился. Запорожье. Ну как твой Запорожье? Вы тоже другой Запорожье. Но когда вы уже пересаживаете другую машину, уже не узнают. Все. Тип тела меняется. Это именно та инкарнация, о которой люди говорят. Традиционно. Умирает, рождается заново. Все. Тип тела меняется. Другая национальность может быть. Даже другой тип тела не человечества может быть. Вот это для нас невероятно, кажется. Веды говорят, нет. Все живут существами в одинаковых природах. Все полные деревья, животные люди. Все. Все. О чем мы это говорим? Это знание влияет на нашу судьбу. Как мы относимся к этому виду в жизни? Очень важно. Двикарма. Если мы не уважаем жизнь в других живых существах, это двикарма. Нам нужно знать, что жизнь равна. У всех есть равное право. Веды говорят, что ни одно живое существо не имеет права доминировать над другим живым существом. А химса не насилие. Все это, как точное зрение, убийство животных, поедание их плоти, называется викарма. Это отдельная культура. Смотрите, какие реакции она влечет. Сейчас мы сразу вытащим вот это. Что касается мяса. Есть отдельный термин для таких людей, культуры. Это называется явным человеком. Мясоед явным. Потому что это совершенно другая новая культура. Она не может быть духовной этой культуры полностью. Потому что даже в духовных традициях явным будет воевать. Даже религию используют для того, чтобы уничтожать. Это сознание говорит, что мясо едет. Но не все люди, кто едет мясо, являются дьяволами. Те, кто это делают как жертвоприношение, не являются мясоедами. Так не надо понимать. Но мы добавим. Сегодня мы забыли нового жертвоприношения. Нашим ниммом мы можем пользоваться. Может быть, у него в супермаркете покупаем плод забитых на боль и животных. Никаких жертвоприношений. Это называют дьяволами. Такой человеку ему трудно понять тонкие законы мира. Потому что мясо разрушает тонкие ткани телектора. Даже когда мы читаем Писание, мы не понимаем, почему так. Нужно просто слепо верить. Потому что я не могу зафитолка. Но вера есть. И вот эта вера еще сохраняется как благочестие. Но можно даже это потерять. Человек из-за убедительности веками. Можно полусога убить. Я поговорил в России в 90-е годах с одним убийцей. Он случайно пришел на лекцию. Мы говорили тоже о камне. Как-то что-то заделить. Он вызвался поговорить на имене. Захотел. Болистовая область. Первое, что он мне сказал, это я киллер. В то время это не было чем-то необычным. В то время прямо по телевизору, по телевизору показывали рекламу киллера. Может вы знаете, да? Люди в масках, телефоны. Набираете телефон. Такая цена. Там договорились. Пожалуйста. Но ком. Вся остатка есть. Прямо по телевизору передали рекламу. Это вот 90-е годы. Это вот беспредел. И вот в эти же годы этот человек плыл на лекцию. И сказал, я киллер. Ну, проб. Никто не боялся. И он сказал, если то, что вы говорили на лекции, правда, то это страшно. За все это отвечать придется. У него был вопрос, как? Изменить их всегда. Эти грехи как-то смыть. Но я сказал, подожди. Мы поговорим. Но сначала ответить на один вопрос. Потому что я первый раз таких людей не получаю. Человек еще ведет. Глаза у него свои. Особенные взгляды твои. Холод там. Все другое. Едем из меня. Карма меняет человека. Я его спрашиваю. Когда ты нажимаешь на курок. Что ты чувствуешь? Скажи мне. А реши. Знаете, как этот вопрос для него был? Как человек был? Ну ладно. Он сказал, нет. Ничего не нужно чувствовать. Если я начну чувствовать. Если я начну вспомнить, что он живой. Что у него есть мама. Есть жена. Есть дети. Я не смогу дожить на курок. Невозможно. Забыть это все. Это знание нужно отвергнуть. Просто мишень. Все. Ушел. Отвернулся. Все. Получил. Не нужно рассматривать. Не нужно. Эти знания запрещены. Для убийцы. То есть видите. Чтобы причинить вред живого существования. Забыть вот духовную природу. Люди сейчас забывают животных. Потому что забыли, что это тоже души. Есть теория, что у животного нет души. Неправда. А он живой. Жизнь это живо. Живое. Живое. Может быть нет такого интеллекта, как у человека. Другой вопрос. Как ребенок. Ребенок тоже как животное. Они только остаются детьми. Частлив тем, что целовал их. Женщина. Мял траву. Увлялся. Мял цветы. Валялся на траве. Извели. Как наших братьев меньших. Никогда не бил по голове. Лиза им писала. Браты наши меньшие. Не бил по голове никогда. Не убивал животных. Это такие важные моменты. Что касается кармы. Ви кармы. То есть насилие запрещено. Законами кармы. Ви карма позволяет это делать. И даже бывает, что и карма позволяет убивать. Ради защиты справедливости. То есть насилие тоже имеет свое предназначение. Если мы правильно понимаем. Тут нужно знать законы. Когда же это необходимо. Когда это запрещено. Нам нужно понять только три вещи. Что такое рекомендованная деятельность. Что такое запрещенная деятельность. Что такое бездействие. Бездействие описывается как а-карма. А-карма. Бездействие. Например. Если у меня нет никакого выбора. Только сделать что-то дурное. Тогда предельник А-карма. Бездействие. Ничего не делает. Например. Я вот человек небогатый. У меня мало денег. Семья. Крудная. Не могу этого изменить. Что делать. Пойти воровать. Надо что-то предпринять. Нет. Бездействие. Ничего не делаю. Ни меня. Нет. Просто плотно терпеть. Тебе как, например, туда а-карма. Есть негативные понятия а-карма. Отказ от деятельности. Ты должен это сделать. Не буду. Это является грехом. Грехом. Например. У каждых людей это понятие растяжимое. От природы, от дхармы зависит. Например. Священника приглашают. Зачем? Что он просил грехи преступникам. Не так? Они ему рассказывают. Говорят все. Все злодеяния. Которые вообще священы. Жуткие вещи. А он говорит. Прощайтесь. Все злодеяния. А тот, кто осудил этого преступника. Он не говорит. Признался? Здесь прощайтесь. Все злодеяние. И я забыл. Нет. Вас с ним устало. Вы обязаны. Наказать. Привить насилие. Закон. Потому что у вас другая дхарма. Люди разные дхармы. Есть священники, учителя. Есть администраторы, воины, другой класс. Есть торговые сословия. Есть рабочий класс. Это разная дхарма. Разные преиспеления жизни. Разные природы. И разные пути. Рекомендации разные. То, что пища для одного, я для другого. Так важно понимать себя. Что я могу делать, а что я не могу делать. И как это делать. Я тоже учитель. Но если я не имею сострадания, не слугу, не святого. Если у меня такая дхарма, она падает в меня, или у меня обязанности, квалификацию. Вот что нужно знать. В чем же моя квалификация? Если есть квалификация, ничего другого думать не нужно. Он написал, что мне придет само. Разве не так? И вот я задумал, знаете, дать шедевр миру. Решил. Вот ночью проснулся, я залил. Завтра я дам шедевр музыкальный всему миру. Я написал музыку, и никто не пришел на эту церковь. Почему? К квалификации нет. Желание поездить, что-то необычное, важное. А в качестве нет, квалификации нет. Но если есть квалификация, мне даже думать об этом не нужно. Об этом вообще не огорели человеку не думать. Когда есть качество квалификации. Просто есть дар Божий. Люди сами это выищут. Хорошего врача люди сами ищут. Хорошего учителя люди сами ищут. Духовные учителя днем с огнем сыскать не могут. Как? Важно, как нужно поучить. Хорошую жену каждый мужчина желает поучить. Хорошего мужа. Каждая женщина. А где будет? Когда-то давным-давно в Петербурге у нас был один барабан. Единственная вещь. Мриданка называют. Двойной барабанкой. Ручной барабан. Мриданка означает нежный. Две мембраны там. Высокая, низкая мембрана. Очень красивые там. И звуки можно извлекать. Но не нужно долго учиться. Она была сделана ручной работой, но очень хорошего качества. Мне показали эту бреданку и я не сразу привязался к этому звуку. Экзотическая бреданка. Знаете, жили в моем общежитии с женой. И мой знакомый пришел, одна же с этой бреданкой, кроме ни в ком. Сказал, я хочу тебя оставить на хранение на неделю. И он говорит, я так обрадовался. Ооо, играю на неделю. Вот, кстати. Только там была из пластика. Это из глины. А там была из пластика. Не пробивая. Тяжелее. Звук пробивал квартал. И вот мне это не нравилось. И вот эта бреданка осталась и мы там со студентами устраивали что-то. Неделя прошла. Я ждался мой друг. Сказал, ну все. Бреданку забираю. Она мне нужна. А я уже играть не хочу. Знаете? Когда уже привязались к клещам. Как ваши, друзья. Даже не сняли. Я говорю, послушайте, как я научился играть на бреданке. И показывал ему какие-то ритмы. Он говорит, о, у тебя способности хорошие к ритму. Ты должен очень хорошо научиться на бреданке играть. Обязательно. У меня есть способности. И тут я ему говорю, а как же я научусь играть, если ты забираешь клещам? Это был мой план. Еще немножко подержать бреданку из себя. И вот он сказал одну вещь мне. Вот это было 30 лет назад. А ведь я хорошо это помню. В руководстве всю жизнь то, что он сказал. Так дальше. Это мне помогает. Он сказал, для того, чтобы научиться играть на бреданке, бреданка тебе не нужна. Ты можешь на полень играть. А вот когда ты научишься играть на бреданке, бреданка сама придет. Тебе все могут просить, возьми бреданку и загляй. Вот тебе бреданка. Загляй, пожалуйста. Он говорит, придет само по себе. Вот так нужно жить в этом мире. Это карма. Это благочестивая работа. Когда вы живете, придает качество квалификации при помощи честного труда. Изучение своей природы. Изучение своей деятельности, улучшения. Как в удовлетворительности. И тогда вы получаете этот дар. Варификацию. Любовь людей. И к вам приходится остальное само по себе. Помните, как Эзоп ходил на рынок. Хозяин его был. Глупый философ. В рамке был у него Эзоп. И вот он его послал на рынок Эзопа. Очень выгодный был рамк. Знаете, очень мудрый рамк. Эзоп, когда шел на рынок, никогда не брал с собой денег. На рынок. Платил. Что все люди звали его к себе. Иди ко мне в лавку. Иди сюда. Эзоп, иди сюда. Посмотри, какие у меня здесь зелье. Какие овощи. И то, что хочешь. Только басни. Скажи мне одну. Сейчас хотели услышать басню какую-то. Басню для его жизни. Эзоп находил именно те изречения. Те басни, кто сейчас нуждался в каком-то совете. Рассказывал басенку. Говорит, ну тебе бери что хочешь? Ты мне так много вообще. Квалификация. Обмениваться вот такой радостью жизни называется карма. Карма благочерстивая деятельность ведущая к процветанию. Речь хорошие поступки. Пошлешь хорошие поступки. Викарма означает, что я хочу ну как-то заблудить. Вот данного таланта нет у меня. Но по-разному же тоже есть. Я могу скрыть какие-то вещи, свои намерения. Внедриться куда-то и завладеть что-то. Или кого-то починить, поработить. Или обмануть, обхитрить. Такая же способность здесь. И это говорится, что получить желаемое можно тремя путями. Три пути для получения. Мантра, тантра, янтра. Несложно. Мантра означает звук обращения. Ну вообще мантра это божественные мантры. Сродни молитвам. Другое одно. Сродни молитвам. Это священные звуки. Мантра обращения к Богу означает. Но можно привезти к бытовых ребят. Как это работает? Я могу сказать своей дочке. Иди в своей жене. И вы тоже можете сказать своей дочке. Я тоже скажу. Дорогая, иди приготовь мне быстренько ужин. Я спешу. Можете сказать? Это просто обращение звука. И кто-то на лицо. Вот так можно будет через все желание. Вы ходите на улицу и говорите. Так, кто-нибудь идите сюда ужин приготовьте. У тебя возникает звука. Работает. Почему? Отношений нет. Работает, когда есть отношения. Это верх цивилизации. Когда у людей есть отношения. Все просто обращает друг к другу. И исполняем все желания. Все. Но если нет таких отношений. Утраченные отношения. Это тантра. Господи, я страдаю. Я им деньги. Я им семья. Помогите. Вы богатый человек. Хорошо? Хорошо. Вот тебе объем работы. Выполняешь его честное трудоущество. Уважаешь меня. Вовремя приходишь. Слушаешь, что я говорю. И получаешь в конце месяца вот такую сумму. Договорились? Договорились. Все. Тантра. Заслужи. Служи и получай любое. Работает. Отношений нет. Если вы работаете на кого-то, вы никогда не забогателете. Это утверждение верное. Пока вы на кого-то работаете, вы никогда не станете богатым человеком. Потому что там нет отношений. Нет этого интереса вышестоящего. Это ваш интерес. Он не другой. И другой, чтобы вы не стали выше. Они следят за этим. Поэтому тантра означает служение. Выслуга какая-то. Там нет любви. Там нет отношений. Вы можете просто обратиться и получить. Заработать. Это тантра. И если этого даже нет. Если я не хочу даже честно трудиться на кого-то. На этого эксплуататора. Я его ненавижу вообще. Я работаю, конечно. Но я ненавижу этого человека. Потому что там нет любви. Он на мне наживается. И я тогда янтра. Последний способ оставить. Машина. Я создаю всевозможные механизмы. Янтра это механизм. И там не нужно ни отношений. Ни заслуг. Кнопки нажимаю. Потому что она исполняет ваши желания. Вот это мечта современного человека. Окружить себя такими машинами. Нажимать кнопки. Получать. Интернет. Какие искусственные. То есть, исполняет все желания виртуально. Люди сейчас очень любят. Нажимая на другой запрос. Туда идут. И кажется, что я живу полноценной жизнью. Там не нужно обращаться. Не нужно работать. Нужно просто кнопки нажимать. Янтра. Но янтра также означает. Тело. Биологическая машина. Я могу кого-то использовать как машину. Человека. Или себя эксплуатировать. То же самое. Труд. Через пот и кровь. Добиваться с чего-то. Стяжку крови. Мантра. Янтра. Янтра. Это все мы в пределах кармы сейчас рассматриваем. И карма дает результат. Первое. Жизненную силу. Это здоровье. Или какое-то здоровье. Это запас благочестия в прошлом. Она дает также богатство. Материальную обеспеченность. Например, кто-то рождается уже в богатой семье. Не нужно работать. Обеспечить наследство. Хорошее богатство получается. Заслугу прошлого. Это очень хорошо. Кто-то рождается в бедной семье. Работает всю жизнь. Не может разбогать. Но кто-то рождается в бедной семье. Намеет разную хорошую. Или разбогатеет при помощи этого разного. Это смешная карма. Хорошая и плохая. Итак, мы с вами имеем обычно смешную карму сейчас. Сейчас таких ярких управлений есть, что и красивый, и здоровый, и богатый, и талантливый, и как ученый, и как ценитель красоты. Но все в нем. Это уникум. Редкая. В истории даже с таких людей найти современное не часто можно. Когда такие заслуги обширные у него. Он награждается этим даром от природы. У нас, в основном, смешная карма, плохие и хорошие качества одновременно. Вот в этом наша с вами проблема. Сложно так жить. Я вам честно скажу. Быть плохим человеком – это не трудно. Быть хорошим человеком – тоже не трудно. А быть плохим и хорошим одновременно – это очень трудно. Вот это вот наши традиции с вами. Мы страдаем. Потому что в душе у нас драма. Я и святой, и негодяй одновременно. И верующий – атеист одновременно. Когда мы были в бане как-то, там сидел один очень умный человек. Сам. Он увидел у нас какие-то атрибуты там, не знаю. Разговорились. Ну, про душу, про карму. Он стал говорить свое мнение. Я сказал – вы что, не верите в Бог? Он говорит – нет, я не скажу, что его нет. Потому что вдруг он есть. Вот это позиция. Очень сложная позиция. Сомнения. Знаете, что написано в древних раках? Сомневаюсь, что душа никогда не будет счастлива. Нет, у меня есть не в следующей жизни. Сомнения – это большая чревоточная проблема. Потому что сомнения означают, что мы ничего не достигаем. Мы не сосредоточены. Мы раз сосредоточены. Мы сомневаемся. Есть интересный пример, который я видел. Я часто не человек в Москве. Он пришел поговорить со мной как? С психологом еще? Я не психолог, честно скажу, но иногда и вот. Общаюсь с людьми на разные темы. И он сказал, у меня вот с дочерью вопрос. Ей уже 14 лет. Девушка. Но она как ребенок. У нее даже нет этих женских функций. Вот и она не интересуется ни друзьями, ни мальчиками. Вообще. Вы правы? Да. А чем занимается? Балерина. И он мне сказал, что такое балерина. Ни выходных. Ни дискотек. Ни прогулок. Строгая диета. И только вот вот сосредоточенность. На одном, на одном, на одном, на одном. Каждый нет. Потому что хочет быть прямой. У нее очень большой памятник. Прямая балерина. Знаете, что это такое? Она может быть как по воздуху ходить. Такое ощущение. Давай снизить минуту. Такое тело. Кровоискусство. Она говорит. У нее не развиваются вот эти вот женские как бы энергии. Нет. Я говорю. А можно посмотреть, что за ребенок? Завтра приведу. Угу. Я ничего подобного в жизни не буду. В то время. Нашел ангел. Чистый ангел просто. Знаете. Как будто я там 8-10 лет. Она такая совершенно чистая девочка. Такая летающая, так и пылущая походка. Вообще не видно. Никаким усилием. Улыбается. Такая все светится. Потому что не думает об этой стране жизни вообще. Она сосредоточена на своей стране жизни. Вообще другая физиология. Все другое. Знаете, что с нами происходит? Вы имеете профессию, имеете систему. Ну куда бы вы ни пошли. Потом информация оттуда, отсюда. А информация противоречивая. Потом говорит кто? Потом говорит это. Потом привергает. Потом обещает. Потом теракты. Потом политика. Все. Сомневаться нужно. Посмотрите. И вот наш птичеловек. Тяжелая походка. Полис спиня. Желудок не переваривает. Он сон не очень. Глубокий. Это наша обычная культура становится. Посмотрите. Мы думаем это эталон. Это эталон. Это эталон человека. Нет. Человек это сияющее существо. Его природа радует. Радоваться солнцу. Писать стихи. Изучать философию. Знаете. Общаться с людьми. На возвышенные темы. Мудрость. Красота. Цениться. Живость будет полноценна. Но этот человек без сомнений в сердце. Он сосредоточен на высшей и верит в эти вещи. В самую лучшую вещь. Не допускает никаких сомнений в этом. В самосветящийся ум. Если вы бросите в этот огонь его ума. Что-то негативное. Сожжетное. Станете чистым. Не соприкасаетесь с грязью. Вообще. Сознание. Пчелы говорится. Но не муки. И как тонко устроена наша жизнь. Посмотрите. Как она тонко устроена. Самскара. Еще одно слово. Самскара означает печать. Вы испугались. Самскара. Вас обманул. Предал друг в детстве. Самскара на блоке не сушить. Отпечатать. Сейчас психологи занимаются этим. Ну что просто блоки какие-то там. Женя. Давайте вспомним. Ваше детство. Вашу маму. Ну какие там. Самскара. Ну вспомните. Давайте снимем сейчас все эти вещи. Как-то помогаем. Самскара. Это целая наука есть. Корова одна. Ходила вдоль забора. Трава щепила. И увидела, что там за забором. Трава попущена чуть-чуть. Как-то она там урок протиснула. Морду протиснула. Вторую протиснула. Голову протащила. Трава уже не могла. Все попало. Люди увидели. В Индии. Мать. Корова Марта. Мать попала в беду. Надо возьмите. Решетка. Цепался народ. Народ там добрый. Я видел это все в тех местах. Если кто-то в беду попадает, сразу в беде соберутся. Помогут. Все. Решат. Никаких денег не потребуют. Если в беде. Все. Закон. Нам двери ремонтировали. Все на ночь. Соседи. Когда мы ключ забыли. Это что-то было. А дерево в Индии как железо. Его даже просверлить трудно. Ну другой, кстати. Красный дерево. А они нас вообще вот. Себе в гости. Посолить. Нам кормили. И сами все это решали. Все сделали. И просто ушли. Это просто реклама. Ну вот коровы. Люди собрались. Говорят. Ну вот мать в беде. Что вам делать там. Кто что там думает. А он говорит. Да что тут думать-то. Все просто. Рога. Стверить коровы. И все. Не вытащить. Все хенистомолчали. Переклянулись. Ну как-то начали. Какой-то способ. Решетку отогнули. Но один из них пошел к царю. Это реально историческая история. Документальная история. И пошел к царю. Сказал. Ваше величество. У нас вот такой случай. Вот корова попала в беду. Застряла в решетке. И мы тут хотели ее вызвать. Один человек из нас из Хинду предложил И мы не можем измерить корова. Татьяна сказал. Немедленно начали на корове приведеть. Немедленно. Хорошо. Нашли. Приведили. Вот это начали. Скажите честно. Признаюсь. Глазами. Ты Хинду? Хинду. Мать Хинду. Хинду. Отец. Отца не помню. Так. Завиди. Мать. Скажи мне. Откуда этот ребенок. Твой муж Хинду? Она говорит. Хинду. Но он только что предложил спилить корове рога. Пошли лишние. И еще все объяснили. Делала она так. Я забеременела. И когда я утром проснулась, я подошла к кошку и первое, что увидела, это мясника с ограженных по локоть руками. Вот что подошло. Ааа. Сам сказал. Вы знаете, что древним женщинам нельзя смотреть на нее. Он получит самскарму. Вашу. Есть вещи, в которых запрещено смотреть вообще женщинам. Драки. Кремацию. Кровь. Потому что женщина в 9 раз тоньше чувствительней мущества. Это мужчина может быть и в битву сражаться, трубать голову и не замечать. Женщина не должна смотреть, потому что она мать. Самскары нужно беречь. Женщина должна обрубивать. Она должна быть тонким существом, но под защитой. И, таким образом, вот эти самскары. Наши поступки оставляют какие-то самскары. Все, что мы сделаем, отпечатывается в нашем уме и характере. Так пронируется как бы личность человека в этом мире. Еду в поезде. Когда проводник заходит туда-сюда, туда-сюда. Он пошел в поезд. Я говорю, вы знаете, я ехал с Каштеровским. Он увидел, что я какой-то вроде как мистика занимаюсь темно. Что-то она подумала такое. Я говорю, ну хорошо, хорошо, нормально. Он говорит, вы знаете, я тоже могу кое-что. Что вы можете? Я вижу воров в поезд. Вот где-то здесь в Ростов в каком-то вагоне в составе. Меня зовут и я покажу в Ростов. А у него меняется походка и поведение. Человек своровавший, меняется и поведение. Это называется на санскрите гуна-карма. Гуна-карма. Гуна означает качество. То есть, деятельность формирует новые качества. Качество формирует новые деятельности. Делать на качество. Потом вот мы удивляемся. Был вроде, что человек нормальный, все дело хорошо. И вдруг схатился и сейчас занимается какой-то эфирный гуна. Его карма сделает на деятельность. Как? Через качество. Качество влияет на деятельность. Деятельность на качество. То есть, есть воспитание. Можно возвысить свою деятельность. Как изменить свою судьбу? Измените вкусы. Потому что вкус определяет именно судьбу человека. Один человек пошел на рынок. Это было, кажется, в Израиле. В Телебиле точно. Первый раз, но я чувствую, что это здесь много. Как вы говорите, да. Жена послала нас участие. Такое, верно? Что жена послала меня так. Как вы говорите? Ну, я же не устрою его. Он пошел, взял сумку, деньги. Пошел на рынок. Но там забрела в бою собственную смерть. Несчастный. Так напугался. И горел ему деньги в сумку. И бегом домой. Говорит, жена, я вот не остаюсь. Неудовернее. Я уезжаю сюда не живее, чем аварию. Не знаю. Кто-то это здесь уже не знает. Жена ничего не поняла. Пошла на рынок разбираться. Что же случилось? Потому что так муж напугал. Вот нашла сумку, деньги. Вот прилавок. А вот ты, Боже мой. А как-то ты напугала моего мужа. Понятно? Я не смотрел на женщину. Как на мужа. Я уже не упал в сумку. Простите, я никого не хотел пугать. Я просто очень удивился, почему он здесь, в Телевиле. На рынке. Завтра жду его варенье убрать. Мы же сами в нем туда, смотрите. А что представляет нашу поступку? Вкус. Пища. Отношения. Это же наш выбор, смотри. Вот меняете вкус, менять отношения, менять судьба. Просто. Ах, ну как трудно. Вкусы самые сложные. А вкусы не спорят, как говорится. Это невозможно. У меня вот такой вкус, и его просто треснет. Я не могу по другому чувству, знаете, реагировать, как говорят врачи. Вам не станет нервничать. А-а-а. Я и сам знаю, что не нужно нервничать. Но я комок нервов уже стал, но что же делать. Да не затронуться невозможно. И любой, любой нарколог знает судьбу наркомана. Это разве нет? Зависит от того, какой вкусный. Героин, марихуана или РЖД. Все уже расписано по инструкциям. Что за это или он потеряет работу, за это или потеряет семью, за это или потеряет здоровье, потом потеряет и вот по-тругому берет. Все будет в будущее. Почему? Зная привязанность к вкусу человека, можете видеть будущее. Другой человек любит общаться с женщиной, другой человек любит деньги, и вы уже знаете, что будет с этим. Это написано в Библии, это написано во всех романах, во всех рассказах. Одна и та же история, одна и та же карма описывается и описывает, потому что все любят деньги, и женщины деньги, и женщины деньги. И об этом и пишут. А вы напишите эти истории. Кстати, расследование потом. Но если как только вы меняете эти вкусы, совершенно меняется плоскость жизни и измерения. Абсолютно. Вы освобождаетесь от этой кармы. Поэтому главная суть образования – это развитие вкуса, возвышение вкуса, чувств человека. Ума и разума. Верка. Подъем это. Йога называется. Верка. Возвышение. Как в тренинге Китая. Человеку не давали больше образования, пока не облучали музыки и живописи. Если считалось, что человек не может ничего слышать в качестве силы и видеть красоты, ему не нужно давать высшее образование. Это плохой материал. Что лучше быть? Образованным негодяем или необразованным негодяем? Что лучше быть? Еще неизвестно, что лучше быть. Как мы говорим, что это гунна карма. Бодлина коровью бог рога не дает. Отбирает человека и его качество, достойное, богатство можно потерять. Почему? Снова употребляет. Качества плохие. Иногда люди говорят, а в чем же моя доля? Сколько должен быть денег, чтобы не навредить себе и другим? Вот быть богатым опасно, быть бедным плохо, быть у власти тоже опасно, можно стать диктатором, можно возгордиться, все что угодно. То есть жизнь опасна, гунна это опасно и карма. А в это говорится, бери только свою долю, что тебе предназначено, на чужую не рассчитывали. И в чем же моя доля? Сколько? Она определяется количеством разума и качеством человека. Чем больше потенция служить, тем больше наделяется полномочиями человеком. Как бы талантами, способностями. И через служение, если мы карму используем как служение богу, это называется акарма, бездействие. Сейчас смотри. Карма дает хороший результат, хорошее качество. Или карма дает плохой результат, болезни, страдания, плохой разум, короткий срок жизни, все что угодно. А карма не дает никакого материального результата. Кроме одного. Развитие качества. Самое главное. И так мы говорим. Металл. Но улучшить металлом золото. Как получить золото? Вот отсюда. Чтобы наша жизнь была подобна золоту. Качество жизни. Не количество. Ведь что толку прожить тысячу лет, как баобаб? Как дерево. Когда можно прожить одно мгновение в полном сознании. Полном сознании. Качественное. И счастье это понятие качественное. Не только количественное. Есть два понятия. Сука. Духа. Счастье и страдания количественное. И ананда. Это качественное счастье. Сукам. Кам означает пространство. Су означает много. Много. Вот это одно из определений счастья. Сукам. Много. Денег. Большой дом. Мировоззрение. Образование. Большое количество денег. Сукхам. И что-то всегда хорошо вот просто. Духа. Мало всего этого. Мало разума. Мало денег. Маленькая квартира. Мало знаний. Духа. Это количественная вещь. А ананда это другое. Какое-то внутреннее состояние. Качественное состояние. Она отличить блаженство. Это блаженство простигает не из кармы и не векармы. Из а-кармы. Из чистой бескорыстной. Что здесь мы делаем полезную работу. Ради себя все равно. Какой-то альтруизм. Ради себя. Здесь я полностью делаю это в служении Богу. Для блага всех. Всех этой точки зрения. Человек. Имеет большие знания. Зачем? У него такие знания. Для всех. Человек имеет власть. Но это все равно не имеет. Зачем? Для блага всех. Человек имеет большие деньги и богатства. Зачем? Для блага всех. Это называется. Искорестное служение Богу. Для полного, целого. Для блага всех. Всех живут в служении. Вот это сознание может расширяться или сужаться. Ради себя. Когда человек действует. Он его зовут. Скуперляем. Ради семьи действует. Уже. К нему больше он уже не будет. Если вы что-то сделали для города. Цельное. Будете известным человеком. Понял? Если для страны что-то сделали. Будете великим человеком. Если для всего мира что-то сделал. Был пророк. Ведь это может расширяться. Вот как бы задача. Задача. Расширить свое сознание. Когда ты строил Краснодарскую ГЭС в Сибири. И один журналист ходил по этой стройке грандиозной. И спрашивал у каждого. Что ты делаешь? И люди отвечали. Я здесь вот. Замешанный обезон. А я перевожу вот эти камни. Перекрываем реку. А я готовлю обед для бригады. Все говорили. Чем они заняты? И только один человек сказал интересную вещь. Статья была про него. Боликой человек. С фитографией. От Смольской правды. И было написано. Он строит Красноярскую ГЭС. А остальные за него шли. Почему? Он был электриком. Что ты там крутил? Говорит. Проводки с прислужиной. Что вы делаете? Говорит. Я строю Красноярскую ГЭС. Ого-го. Это с этим другое дело. Это не просто электрик. В смысле? Так вот. С каким сознанием действуют? Господи. Какова причина нашей деятельности? Карма. Итак. Карма. Она как. Пуки. Представьте. Шелкоприада. Которая работает. 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 И оказывается в том. Все. Это называется карма Бандана. Узы кармы. Узы кармы. Судьбы. Вот я родился уже в этой среде. Все. Это моя карма воплощенная. Я в этом коконе сейчас нахожусь. Хорошо. Карма Бандана. Здесь еще угра карма. Ужасная карма. Которую изменить невозможно. Угра карма. Значит. Человек рождается для самоосознания. Для счастья. А попадает кто-то с вами? Как такое может быть? В чем он виноват собственно? Это жутко. Жутко. Страшный закон какой-то. А что же я такое в прошлом году? Как же такое случилось с вами? Когда одного великого святого спросили. Почему войны случаются? В этих же словах. А сегодня в западном мире. С какие жуткие вещи такие. Он сказал. Пока люди отняются. Будут войны. Если не следствие. Вы устраиваете бойни над животными. Карму устраивает бойни над людьми. Та же самая святая. Угра карма. Я вроде ничего плохого не сделал людям. Почему он заслужил такую страшную вещь? Как же совершил такую ошибку? Почему такие страдания? Страшную вещь? Это Угра карма. И причем это Угра карма также. Это загрязнение дружайшей среды. Все это видят. А они ничего сделать не могут. Механизм Угра. Весь механизм работает. Теперь смотрите. А карма. Вы включаете другой механизм. В своей жизни. Здесь есть свет. Откуда? Электростанция. Совершенно верно. Огромный источник энергии. Он весь город поддерживает. Принятие. Так. Но нам нужно просто нажать одну кнопку. Один рычаг повернуть. Одно небольшое усилие. Перезал освещает. Почему? Потому что источник энергии огромный. Вам не нужно большого усилия. Энергия уже есть. Небольшое усилие. И вы включаете. Целая система начинает. Электростанция поделать вас. Мы живем не просто в каком-то обществе и стране. Не просто в какой-то семье. Это небольшой источник энергии. Мы живем с вами в космосе. Во Вселенной. Это безграничный источник энергии. На какую же кнопку нажать? Чтобы он подключен к этой системе. К океану счастья. К океану счастья, говорится. Я тут лужицу счастья пытаюсь найти. Какое-то крупицу к этому счастью найти. Так мало откажется. А верно, говорится, океану счастья существует. Например, если я поймаю ради волну, информация зайдет. Не поймаю, не пойдет информация. Так на что же мне настроиться в жизни? Как управлять умом и сознанием? Чтобы я получил эту связь с этой энергией счастья. Которая безгранична, говорит. Как энергия солнца. Границ кем для человека? Практически безгранична. И выйти на свет нужный человек. На свет Божий. Так вот так. Обрести таланты, способности. И что же мешает мне проявить вот эти скрытые возможности? Карма. Покрытие. Если снять покрытие с источника света, он будет ярче. Если накладывать больше, больше, больше никакого следовательного человека в жизни. И вот задача нашей деятельности – снимать эти покрытия. Очищение. То есть карма совершается для ягния. Для жертвы. Жертва очищает человека. Это принцип. Когда, говорится, творение создавалось, то творец телевизор сказал ему существам. Вы хотите быть счастливыми? Так? Это ваша природа. Вы ищите счастье. Все живые существа приобрелились и очень удивились. Откуда он знает? Он знает, что мы хотим. Да, мы хотим счастья все. Так вот, станьте счастливыми. Через ягни, через жертву. Например, одно дело, что я заработал для себя. Хорошо. Приятно. Какую-то личную машину. Но совсем другое дело, когда мне это подарили с любовью. Вот так вот. Вот это уже как счастье. Почему? Ягния. Жертва очищает. Из любви. Из благодарности, когда что-то делается. Вот для чего предназначена карма, работа. И любовь, она вне этих законов кармы вообще. Любовь – это прощение означает. Карма не прощает. Нет. Карма – это жесткий механизм. Что посеешь, то пожнешь. Заработал, как он с вами. И пойдешь, как он с вами. И в тюрьму, пойдешь в тюрьму. За каждый поступок ты ответишь. Неважно, праведник или грешник. Ответишь за все. А есть еще высший закон кармы. Это закон прощения. Он освобождает от кармы. Он говорит, прощайте, прощение будете. Карма очищает ощущение, прощает будете. Современный мир, он сложный в этом плане. Люди становятся все более и более уязвимыми. По определению одной женщины, психолога, одного из известных психологов в Америке, как она сказала, что современные люди становятся все более и более уязвимы. нетерпимы. Все более болезненно чувствуют себя в этом мире. А у меня есть дух один. Написал пацаном как-то. Написал письмо. Говорит, иду по улице вчера. Какая-то бабушка там плачет. А он такой добряк. Вот мне подошел, говорит. Мадушка, что плачешь? Деньги нужны? Или что, помощь? Я тебе помогу? Что так плачешь? Горько. Скажи мне. А нет, нет, ты мне не поможешь, сынок. Нет. Мне это никак дело. Он у меня в дух вчера повесился. Сколько лет? 14 лет. Я тебе скажу две вещи. Люди среди стали очень гордыми, очень уязвимыми. Вы не можете никому правду сказать. Они сразу побежали. Не хотят участвовать. Я же говорил. Сейчас жить не хочу. А то вот какой мир мы живем. В уязвимом мире. Если просто люди благодарились за правду и сейчас расстраивались, не хотят общаться. Мне правду сказали в лицо. А зачем? А ты сам кто такой? А ты что, лучше меня? А что, другие этого не делают? И столько аргументативности, и столько перекладывания внимания. Никто не хочет принимать правду. Очень сложная ситуация. Почему? Нет благочестивой деятельности. Минимум благотворительности. Она снижается сейчас. Поэтому люди становятся все более и более эгоистично и закрыты для истины. Когда-то мы поехали в Армению. Это 89-й год. На спеке 90-го года. Поскольку там было несчастье, трагедия. Смотрясение случилось. Три города пострадали. Элина Канкера. Роган, спитак. Спитак вообще слицезли. Именно как добровольцы, как многие из добровольцев поехали туда, помил людей пищей. Вот мы там получали какие-то ожертвования из полкова. Там где-то добывали что-то. Жили в таких простых условиях очень. С крысами там. Тысячи крыс было вообще повсюду. Ночью просыпались. Невозможно было встать на пол, потому что все было в крысах. Тысячи просто. Они были тоже голодные. Довели по всему городу. Дали дивилища. Ад! Представьте, там завалы были. Тела людей. И вот крысы там уже все это находили где-то. Что-то. Пока-пока. Мы готовили пищу вегетарианскую. Мы вегетарианцы. Мы ее освещали там. И людям говорят. Герячую пищу разводили там на точке, на палатке где-нибудь там жили. Воду пищу. И я заметил, что разные люди по-разному к нам относятся. Дети они просто берут все и едят с радостью. Потому что считают, что это нормально, что взрослые заботятся о них. Это должно быть. Спасибо, тебе не дождешься. Дети здесь. Просто хватают, едят, хватают, едят и берут. Взрослые люди, они считали, что мы обязаны это делать. Что это ваша обязанность. Вы должны еще лучше готовить. Они критиковали претензии. Еще жаловы к нему надо требовать. Потому что они думали, что эта система обеспечивает человека. Дети так должны. Дети думали, что вы должны. Вы часть системы. Им было все равно, что мы добровольцы. Мы пытаемся бескорыстно делать. И только одна бабушка приходила к нам. Знаете, что она говорила? Дай Бог вам здоровья. Она знала. Это не система помогает. Это не кто-то обязан. Это просто чье-то сострадание. Она прекрасно понимала, что мир держится на этих энергиях матерических, отцовских, сибирских и братских. Пока вы не понимаете, что вы друг другу братья и сестры, ничего в жизни не изменится. Карма просто будет. Сухой, слепой механизм перемалывать наши судьбы. Кому-то подачку, кому-то тюрьму. Кому-то подачку, кому-то тюрьму. Кнут и пряник. Кнут и пряник. Две функции. Слепо. Слепо поймите. Не будет принесить счастье ни тем, ни другим. Те, кто наказывает, кто поощряется. Это как в концлагере говорится. Мы тебя сегодня поощряем. Сегодня ты не уйдешь в этот день. Не бойся. Гарантия. Сегодня ты будешь жить. Потому что ты заслужил это. Выслужился. Вот это вот суровый закон этого бытия материального. Но когда мы говорим о Духе. О заключенном в эту оболочку кармы. Он ищет свободу и любви. И вот это мы должны добровольно вкладывать. Не за плату. А из любви к Богу. И ко всему живому. Вот такие законы. Они полностью меняют наше направление жизни. Постепенно. Потому что карма наша судьба. Сравнивается сейчас с поездом на полном ходу. Вообще. Вот мы выбрали направление. И мы уже набрали скорость. Смотрите. У нас уже все есть. Мы построили целые города. Целые системы. Мы заняли места в этих системах. Все. Поезд на полном ходу. Как вы его остановите? Если вы встанете, чтобы остановить вас, сметет. Мудрые говорят. Есть стрелка. Вы меняете стрелку. И поезд на том же самом ходу. Постепенно меняет направление. Не меняя скорость. Разворачивается. Мне едет и нужно никому. Вот такой вот случай. Никаких резких движений. То есть карма, судьба. Меняется не в мгновение опыта. Случается. Редко. Это означает, что вы получаете поздрение, откровение об одну секунду. Это верность. То есть мгновенную реализацию получаете. Но на это давайте не будем рассчитываться. Это очень великие люди. Способны вообще нам. Интересные примеры. В нашем случае постепенно разумный подход. Сначала возвышение ума. Контроль чувств. Затем вы увидите, что делать дальше. Скажем, в темной комнате зажгли маленький светильник. Вы уже найдете выход. Хотя вся комната не освещается маленьким светильником. Вы уже найдете. Поэтому сейчас необходимо, что? Возвысить ум. И научиться контролировать чувства. И когда мы это научимся делать, вот тогда начнут задействоваться, заниматься нашими скрытыми возможностями. Например, кто-то из супругов может подумать. У нас, точнее, уже привычные. Такой свежей любви уже нет. Как? Ну, привязаны друг друга и встретить. Работа, общая собственность. Ну, как-то живем. Дружба. Вы ошибаетесь. Яс тоже лицами сейчас. Попытайтесь общаться платонически. Не вступайте всякий раз в сексуальные отношения. По каждому поводу. Не есть гениансы. Уликните чем-то более мазочное в месте. Вы увидите, что уже побывали чем-то в коньере. Платонические чувства. Вернутся к вам. Неважность не помнит. Ум нужно обезвиниться. Но если даже вы старик вожделеющий, ничего не смеется. Потому что даже в семье все-таки вожделение остается у человека. И вот если ум оторвать от этого, вы увидите, что вы наполнены платоническими чувствами, оказывается, как юношество. Ваша юность вернется внутри. Не в тело. Сейчас хотят тело вернуть в юность. Мне это важно. А вот сердце вернет туда. Наше счастье вернет. Жизнь вернет в нашу сверху. А нам до Чинмая Пиаса, говорится, что это обновляющееся счастье. Это жизнь. Живое. Течение жизни. Управление жизнью. Столько причин радоваться, воспринимать эти силы, эти энергии высшие. Но как? Нужно оторвать чувства от привычных объектов чувств. От денег. От выгоды. Не так, что деньги уйдут куда-то. Они не пропадут. Не бойтесь. Ум оторвать. Но мы даже улыбаемся оторвать. И вдруг я потеряю. Вдруг забуду. Знаете, как в куске возлучает мир. Я вижу. Вот так вот. Смотрим. На нем тут еще в руках что-то. На нем тут что-то придет. И выставляете. Изучает мир. Но малейшая опасность очень много. В каждом смысле как грамот говорит. Но по малейшему поводу, раз он уже много, далеко не уйдет. И вот как же нам оторваться от этих привычных понятий. Дом, семья, работа, дети, дети. Ведь когда мы были детьми, мы вышемыслили. Смелее. Я хотел нарунуть Марианскую фалью посмотреть. Слава Богу, что я этого не сделал, конечно. Вот вам пример. Сейчас я немножко объясню. Почему дети такие решительные. Знаете, связаны с сексуальной энергией, которой они не пользуются. Как взрослые. Поэтому у них другой характер, другой ум, другой уровень полета вообще. Они великие личности все. И человек должен быть великим человеком. И карма, она воплощается. Она либо в мужчину, либо в женщину. В зависимости от определенных вкусов жизни. И вот есть мужчина и женщина, и у них есть своя психология. У каждого. Часть полушария работает на разум, рационально, другая на эмоции, чувства. У мужчины и женщины есть полушария. Они либо рационально принимают решение, либо ощущают, что это рационально. При этом у мужчины, если взять за единицу его возможностей, у женщины больше 9 единиц. Это трудно представлять разницу международных. Вот внуки разница. Насколько глубже чувствует и понимает у женщины в материальном мире. Она эксперт в этом плане. Она чувствительна. Но веды говорят, а современные психологи утверждают другую цифру. Полторы, две единицы у женщины будет в современной психологии. Не так много. А веды дают эту цифру. Это я в целом взял. Потому что там есть различия. Например, женщина чувствует в 4 раза сильнее голод, чем мужчина. В 4 раза сильнее. Поэтому женщины живут постоянно. То есть они понемножку, но постоянно что-то едят. Так они устраивают. Они чувствуют голод, чем мужчина. И в 9 раз они сильнее способны любить в отношениях. Как мать, как жена, но в 9 раз сильнее. Значит, счастье для мужчины и женщины это разные понятия. Видите? Она травмируется в 9 раз сильнее, когда проходит через 3 раза. И в 9 раз это более глубокое счастье, когда чувствует любовь. И то и другое. Поэтому женщина требует защиты определенной. Вот тут мужчина вступает в эту роль. У него единица, у него меньше проблем материалов. Он свободнее. И не так уязвим. Но должен был быть. Сейчас поймете, бывают другие мужчины. Почему? Вот в идеале это так будет. И так, женщина, она может заплакать, упасть в обморок от переживаний. Мужине не позволяется ни плакать, ни в обморок от переживаний. Иначе ты не мужчина. Так, у тебя единица. Ты воин. Все, ты защищен. Для принятия решений. И при этом эти разные полушария по-разному у них работают. У женщины, то есть у мужчины, что-то одно из двух. Либо разум включается, тогда эмоции, чувства устраняются. Либо эмоции включаются, разум устраняется. Тогда это называется на санскрите уже не мужчина. Джага. Ты дурак. Если разум устраняется, бед вами Джага говорит. Не мужчина. Ты дурак. Он и туда посмотрит, и там шутку пустит, и зато юбкой ухватится, и там обманет кого-то. Ты просто дурак. И ты как это, степениться, нужно жалиться, тебе нужно. Потому что жена к разуму мужа. Она будет пробуждать его разум именно. А женщина – чувства. Какой для женщины, для мужчины дороговато. А женат – и кусть спасения. Для женщины тоже. Муж – это дверь к спасению, а мужчина – перевар. Муж и жена – это не просто мужчина, а женщина. Это дхарма, долг. Вот такой интересный момент. У женщины работают одновременно разные эмоции. В 9 раз сильнее. Представляете, какая сложная машина. Вот так. Все чувствует, все знает, все понимает. Он говорит, что же делает, что же делает, что же делает. То есть она беспокоится и беспокоит всех вокруг, если есть какие-то проблемы. Это женщина первая. Все вернет, говорит, свои эмоции. если она вот так вот все чувствует понимает а он ничего не понимает я все знаю совершенно он так не может включаться совершенно невозможно он просто берет свою силу она пугает но не знаю не знаю он берет и делает как решился она смотрит ошибается не ошибается это тоже потому что если женщина сама примет решение будет ошибаться на себе не простит это в девять раз она будет постоянно об этом думать говорит причитать испокоиться плакать и будет думать слушаем ошибка и вот эти есть разные природы различного воплощения кармы как бы мужчина и женщина развивает определенное союз сотрудничество невозможно просто в своей карме найти какую-то гармонию счастья без взаимоотношений то есть главная наука здесь получается для как строить отношения чтобы возвысить свою судьбу вместе если у меня у одного не получается у меня спутница и вместе у нас больше шансов достичь как бы совершенства счастья в своей судьбе вот для этого предназначена какая-то роль главная кроме просто того что есть какое-то присуждение быть женщиной или мужчиной нет труднее дхарма в жизни чем быть женщина написано самое трудно и каждая женщина думает что на самый несчастный мир вот представьте 9 единиц это что означает означает что женщина практически не исправила пожить ее трудно исправить вы не можете силой исправить женщину давление тюрьмой есть мужчины и алкоголики это одно а и женство как это труднее женство на команде труднее все глубже есть поэтому женщина под защитой нагрузки любви иначе она беспомощна она подчиняется она меняется только под влиянием любви никакая сила не изменит ее любит отец в детстве ее любит муж в молодости ее любят дети в старости она всегда защищена любовью она эффективна могущественно красиво энергично счастлива если нет любви если никому не нужна она теряет все и красоту и здоровье и все скорбь окружает да женщина это высшая мера наказания быть вот одной никому не нужна она может получить ребенка положение в обществе богатство через мужа это лучше всего это ее честь если она сама это непосредственно имеет без мужа чести не делает и в силу ее глубокой особенности шанс быть счастливой любви на сердце кому-то дала кто раз это уже не случится самсхарм называется опечаток сильно остается поэтому если там строгие такие законы сейчас принести сюда мы видим оооо мы тут наломали уже столько дров тоже мы шансов нет лучше вообще нет 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 давайте пошла дальше сейчас будет все лучше мы найдем выпить не расстроить вас вопрос воспитания гуна карма остается можно возвысить тем не менее можно создать это все давайте в свою жизнь успеем что-то создать больше еще для своих детей и вы видите результат будет очень хорошие уже начнется какое-то движение сейчас я кали а века ли брак проху поэтому нам так трудно в семье есть проклятие проклятие нужно снять как я не скажу секрет я при его наверное можно в семье должен появиться какой-то святой человек либо вы должны стать этим человеком либо ваш ребенок будет стать этим человеком либо вы должны видеть связь с таким святым человеком непосредственно тогда все будет строгие собственными силами это невозможно карма если вы связаны по рукам наркома вы себя не разберете нужен тот кто не связан тогда процесс начнет хотя бы начнет такая такая тяжелая карма бывает разная что трудно это дается человеку но простые вещи мы можем делать и тут есть рекомендации что значит быть мужчина и женщина в этом смысле слова женщины пять ролей у мужчины три чтобы называться мужчина и женщина освоить кое-что это не просто как быть сексуальное различие это дхарма первая роль женщина это жена как мы сказали жена это разный мужик такой вклад и там же чувства конечно же сейчас были разные ролики жена она напоминает о долгие о высшей цели вдохновляет достичь очень высоких каких-то целей женщина только умеряющая сила общества если есть цезарь то должна быть леопатой прямо на востоке так считают что все заслуги мужчины достижения связаны с его умой с влиянием его жены это его жена лучший друг лучший часть тела вторая роль используется когда мужчина разбит неудачу потребил быть неудачным для мужчины это высшее мероприятие для женщины быть единого для мужчины быть неудачным это наихудшее что можно ощутить личную неудачу это источник всех больших самых плохих вещей спится опуститься в самый низ и стать демоничным человеком злым очень это личную неудачу не может решить мужчина тогда она превращается в мать для него она может действовать как мать заботиться как мать как покровительственную любовь заботную любовь третья функция это сестра применяет эту роль когда мужчина оплошал но поскольку не увидели чувства и разум как элементы можно забывать что-нибудь он может забыть что-то не 8 марта заработался за то есть это мужчина как-то такое есть уже и сестра она удовлетворена любое внимание брака нетребовательно она не будет упрекать его я сестре однажды подарил на день рождения шариковую ручку она старшая на 4 года я подарил шариковую ручку где уже паста заканчивалась ну чтоб не жалко было обгрызнули и кто меня мать заставила подарок есть я был младший эгоистичный я пошел поздравлять и подарил ручку ну вот пусть берет так она была такая счастливая она всем показывает ручку всем гостям что брат подарил всем не хлопали поздравляли тоже а себе же я пойду кучу на нежели вот если только уж случилось она будет как сестра довольна вот такая роль удивительно уникальная роль четвертая роль это послушная дочь используется когда мужчина в гневе если он в гневе это опасно написано в этом году в гневе муж может быть выженом да у больницы жена мужества потому что когда чувства устраняются гнев может быть неконтролируемый многие мужчины жалуются меня об этом что делать в семье с гнев неконтролируемый острепляет полностью какая-то вроде мелочи я не могу сдерживать себя в семье очень трудно так и в отношениях можно жаловать но когда я был в тюрьме ну в гостях так случилось вот примерно такая аудитория была и так случилось что это были высокие 40 в основном были убийцы и ко мне приходили убийцы поговорить и все они убивали своих жены три человека у меня пришли с одним тех же вопросов и все говорили я не убиваю сатане аффектно произошло в гневе в ослеплении а знаете почему? числи картошку двадцать лет числи картошку и спорили каждый раз она толстая вежда, а он тонкая как буливер тупая конечность, острый конечность и там ружья, пушки и все война и двадцать лет в конце концов я уже в гнев впал и удалил рукой правый живот а там был нож я ведь не убивал как случилось? ну ладно, несчастный случай такой следующий и говорит то же самое, я не убивал а что, кто убивал? жестко выжил и даже не помнит его то есть это написано в этом гнев и когда мужчина гневается он хочет, чтобы женщина подчинилась ему это его природа как буруша, мужская природа природа разума если он не видит, что женщина подчиняется ему он не ценит ее он найдет другую, кто подчиняется кто уважает его, кто боготворит его ему нужна именно вот эта поддержка внутренней ее энергией если она ему дает непрошенные советы постоянные и на гнев отвечает гневом и еще больше раздражает его вредит ему все разрушит он гнев просто потеряет интересы минимум либо навредит сильно то есть запрещает заведомить женщине а вредит мужчине когда он в гневе должна стать послушной дочкой гнев сразу уходит гнев навречает и пятая роль любовницы то есть она знает как быть или увлекательна для него просто женщина последняя роль сейчас что мы имеем с вами какую карму что мы сейчас делаем вот эти три вещи вот так вот изолируем и выделяем роль жены и любовницы две вещи значит что деньги 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 секс секс и это говорит это не брак это узаконенная проституция вот вот какая карма что мы сейчас можем делать по факту то есть мы вроде бы регистрируем брак живем браке работаем а по факту вот что может произойти в нашей семье то есть материнской сестеринской дочерней энергии ослабевают растет сексуальная энергия значение денег в семье все религии нет секс и деньги это демоническая церковь если семья живет этим законом это уже не духовное отношение и они очень быстро исчерпываются потому что за деньги можно купить секс можно купить любовь и продать можно вот в этой сфере можно жить и как бы создать иллюзию любви и успеха но душа никогда не буду говорить вы не знаете надо высадить страдать в форме раздражения гнева видите говорится что человек который не контролирует вожделение он испытывает постельное раздражение гнева он переходит в гнев что никогда не удовлетворяется эксперимент с обезьяной показала сейчас тут какой бич общества мирового психические проблемы а откуда когда говорят вожделение взяли шаманзлец запустили в комнату в эксперимент комната пустая там ничего нет белые потолки стены дверь заклопнулась там просто подиум белый находишь на подиуме лежит апельсин все весь эксперимент апельсин фактически напряжением тока взять его невозможно шампанец сразу же подходит к апельсину берет на правую руку и получает хороший удар но посмотрите желание остается для апельсина замок до апельсина она значит это апельсин это и пища она берет другую руку получает удар она кричит разворачивается с другой стороны бросается двумя руками удар она продолжает и продолжает два часа в течение трех дней через три дня диагноз шизофрения хочу и не получает хочу и не получает но очень и не получает и все моя психика разрушается Бог разрушается и вот секс хочу вычислил но так не получается секс то есть и счастья нет и деньги есть а счастья нет хочу и не получаю и хочу и не получаю и работаю и не получаю раздражение раздражение накапливается раздражение взрываются отношения семья в семье на работе на улице в уме юриды не удовлетворенность первый шаг удовлетворение как анонируйте чувства секс браке должен быть не чаще разумеется согласно я понимаю я понимаю что для многих это невозможно что очень важно регулировать эту энергию сексуально посмотрите мужчина у него три роли но какие великие роли чтобы стать великим человеком мужчина знать три вещи как видите есть правило подписания что делать если мы последуем результат будет хороший трудно да но надо первый момент мужчина должен стать цель жизни иначе у него нет разума зачем разума с кем мы не занимаем как убедительность так мужчина должен знать цель жизни быть целью устремленным человеком не сворачиваясь к тебе второе он должен быть бесстрашным бесстрашие это его долгу бесстрашным не бояться препятствий и третий момент это щедрость это мужское качество не женские качества женщина она чаще сбивается столб она немножко побаивается она немножко держит при себе что-то это или женские природа это их свойства это ее это не позор для женщины это просто ее природа для мужчины это плохой признак от материалов и вот давайте разберемся теперь с позиции устройства мужчины откуда к нему такие требования что это за различие между мужчиной и женщиной дело в том что у мужчины есть один слой энергии которого нет у женщины вот догадись что это слой семьи семьи да он сдает семя начинает ребенка в лоне женщины у него есть эта энергия женщина получает эту энергию она получает и вынашивает она на марс он отец то есть ребенка дает отец женщина вынашивает ну хорошо у женщины нет этой энергии поэтому она вот такая как мы видим и мужчина это сексуальная энергия семя вырабатывается из крови в некоторых религиях кровь хитается душой человека потому что она очень энергетический цель самая энергетическая субстанция это кровь так вот чтобы выработать капли семени мужского необходимо затратить стакан крови где-то я слышал то есть зероги я не считал но я слышал зероги это что-то подобное что это очень мощная энергия капли семени стакан крови стоит значит если вы расходу не сексуальную энергию чрезмерно как вы пьете собственную кровь растрачиваете энергию вот когда мы теряем когда растрачиваете сексуальную энергию по напрасну могущество в цели насколько высоко цель может быть зависит от того насколько мы регулируем свою сексуальную энергию это для мужчин важно если наша цель деньги означает что секс он проблем больше это связано нужно ставить цель самую высокую возможность на 200 процентов мужчина стоит нужно стоять не на 100 на 200 процентов должен ставить цель когда достигнут 100 процентов то есть у него он делает уже невозможные вещи охотиться на носорога должен объявлять все не бурно уходить не тараканов копать на носорога идти туда это герои вот это семя дает ему эту энергию целеустремленность также бесстрашие дети они вот такие целеустремленные и бесстрашные потому что еще не расходится тараканов именно так выражается и щедрый стороной он щедрый становится бесстрашный и щедрый это мужчина вот мечта за него женщина а это исполнить желание любому мужчину что-то нужно еще нужно ли менять партнера не нужно найти партнера менять не нужно никогда не может быть разводов это одно тело как одно целое сливается и на тонком уровне даже на физическом уровне один чувствует что-то другой чувствует то же самое изначально происходит когда у мужчины появляется образ будущего потомка не просто сексуальное желание а образ будущего потомка и тогда этот образ он передает женщине это наука утраченная наука она связана также с тем что мы должны занимать научиться тонкое тело ум и разум человека и его душу поскольку мы живем в материальном мире материалистическом мире эти науки утрачены осталось только форме религии что-то смутно не раскрытая неясная как бы сравнить с наукой не научная просто вера какая-то конечно хорошая вера и все религиозное но неясная вещь для нас для средних людей требуется раскрыть эти темы почему я не могу жить как мужчина женщина говорит а почему нет нет знаний потому что нужно ценить ту судьбу которую мы получаем оценить ее и полюбить ее и че любящий себя не позволит себе ничего дурного делать и даже есть и пить или говорить ценящий себя ограничить дурного прежде всего а не то что любить себя и позволять себе делать все что угодно вы любите ребенка можно позволять ему все что угодно это же настоящий любовь если ты ребенок говорит нам а для меня пожалуйста канистру бензина и спички пойду и пограй за сарами там я же тебя люблю конечно эти две канистры бензина вот еще кучку хорок вот и спички и титр вы же играете или ты вы же не позволите такое любовь разумная на самом деле настоящая любовь пробуждает плечи все разума человеку если кто-то это чувствует это возбуждение а если к разуму это настоящая любовь поэтому вы же различаете женщина и мужчина подходит и говорит пойдем полюбим друг друга на полчаса а другой давай поженимся хорошим детей воспитаем вот сделаем то-то то-то для бога для общества достигнем цели возвышенности вот это настоящее что-то не так это любовь к разуму причем тоже не только чувствую его и вот сейчас мы в такой мире живем где мы забыли как применить разум есть такие у нас энергии внутри которые мы никогда не пользовались в жизни вообще такие как смирение скромность сострадание мы все меньше и меньше пользуемся этими энергиями что жизнь такая где их применить кому только голубям на улице собачки болью на улице среди людей как сложно сейчас очень сложное отношение вот как мы попадаем в такую ловушку поэтому первый шаг как бы к улучшению жизни как бы нашей судьбы это создание семьи а затем мы сможем познать что такое большая семья бога отчета голтра маленькая семья большая семья они связаны очень в книгах написано что семейный человек вечером по обеду нужно выйти на улицу приготовил обед в угольную улицу в центральную улицу толью и громко говорите кто голожник заходи в гости ну сейчас так не принято а вас еще принято в каких-то местах принято в таких местах в базе сейчас я нахожусь они могут так говорить дорогой заходи в гости будешь он просто так в чем раз тебя вижу гости будешь дорогим гостем будешь и вы имеете друга когда так приглашаете в дом то есть дом должен быть открыт если когда не приглашаются гости в которых вы просто кормите на заработанные свои деньги дом решается в змеиную нору говорится где культивируется зависть а не любовь я люблю этого человека ради этого не носу бред другому человеку я люблю свою семью и ради этого обманываю другие семьи что же такое за любовь относительно любой и так время как бы приходит того чтобы создавалась какой-то единая культура как бы национальность разная религия разная возраст разный все разное но культура одна нужна культура это стандартная чистота это наука независимо от вероисповедания и возраста и убеждений нам нужна всем чистая вода нам нужен чистый волк нам нужны чистый ум чистые слова и чистые отношения чистую любовь чистота критерий культуры и высшие стандарты чистоты вот то что мы сейчас говорим это высшие золотые стандарты чистоты как применять решаем уже сами что мы из этого сможем применить вегетарианский первый шаг для кого-то может быть для кого-то это невозможно хотя бросить курить начать с этого но это бессмысленно без возвышения ума параллельно нужно читать книги заниматься медитацией возвысить свою мысль это очень важно к абсолютной истине а что это любовь безусловно ко всему злому к миру к Богу любовь к Богу это высшее совершенство как Иисус говорит возберю Бога всем сердцем и душой обличнего как себя самого и все запады включаются уже туда ничего писать не нужно не нужно оберегать это есть санатана тхарма высшая природа души и Бога из дуги и преданности любовь это наша природа на деревне сердце говорит и пробуждается она деятельностью а-карма бескорыстным служением и преданным служением и вот первый шаг первый опыт это образование получить а потом создать семью на этой основе бескорыстных отношений как мать служит сыну бескорыстно на этом одержится сейчас есть мир на материнской энергии на сострадании что-то еще умеет прощать так говорит пандоровы из макамхарак и эпизод были нестреливо изгнаны из царства они отобрали царство хитростью через азартную гуру так поступили изгнаны это были правильные цариты и изгнали на двенадцать лет изгнание в лес они могут сражаться с тысячами людей и они говорят старшему брату которого следовало этой дхарме и за тебя другого брата из-за твоей правильности на собаку вот как ты правильный? ну ты живешь с мошенниками зачем же быть правильным? давай мы сейчас возьмем оружие и восстановим справедливость и все зачем вы создаете условия? а теперь в результате вы хотели царстве и должны двадцать лет скитаться по лицам со своей женой что-то может и она царица это из-за твоей правильности не хотелось у нас же есть оружие мы воины мы можем взять оружие сейчас быстро справедливость и все его ослуждают брата в 2004 молчал и ослужил а он считается как бы гением правильности но в жизни не равным солдатам вообще а затем пользовались мошенники и вот так все замолчали все сказали что нужно все молчали а в 2004 заговорили представьте себе такой мир в котором отвечают на пощечину пощечину на каждое плохое слово на удар удары давно в этом миру уже не существовало а мир существует только потому что еще есть прощение тут еще есть прощание карма нас просто у всех разрушила если бы не было матери, отца, семьи, Бога под этого прощающего принципа вышло амнистия как бы помилование ведь говорится если я признаю свои греха перед собой в сердце поминную голову меч не сечет покаяние существует но для тех людей кто уже занят преданность уже не могло покаяние уже присутствуют там каяться уже не нужно уже допущены как свободное тело свободное свободное от голодов свое время в смысле свободным человеком не зирать богат или не богат вы свободный человек сколько у вас недвижимости много или мало вы свободный человек вы не завистили от этого свою душу вы просто это все используете в служении Богу все ваши богатства всю вашу недвижимость вашу семью, ваш ум, ваш раз, ваше здоровье, а куда его еще? Скорость. Если мы это спрячем материальные образцы, теряем материальные, съезд и что-то сказал. Если это дети Богу, все сохранится. Мы ничего не теряем в этом пути. Что живем в временном мире, и лучше это добровольно отдать служение, чем потерять со скоростью. Потому что карма означает все теряется. Все, что приобретается, все забирает. Ни с чем сюда пришел, и ни с чем отсюда ухожу. Это нужно знать. Это образовать. Чтобы не было неожиданностей, чтобы они падали в скорбь, в какие состояния тяжелые, скорбные, страдальческие, разрушающие нашу жизнь. Эти законы жизни нужно знать. Но в служении Богу открывается еще один закон. Закон везения, поддержки свыше. Один человек, телевидение в Москве, там какой-то канал у него о вегетарианстве. Он снимал тоже со мной передачу, телевидение о вегетарианстве. Он сказал, у меня есть вопрос, на который я не могу ответить, спрашивающие люди. И мы сказали, что вегетарианцы, они быстро меняют характер, они качественные меняются быстро. Они становятся более добрыми, открытыми, творческими, отзывчивыми и так далее. Мягкими. И вот у нас такой вопрос. Скажите, а вот вегетарианцы, которые становятся такими добрыми, они могут за себя постоять, там чьи. Не будет силы, вообще, постоять за себя. Это же слабость, да? Просто доброта такая, мягкость. Говорит, я не знаю, что сказать, потому что на самом деле вегетарианство меняется выбрать. Агрессию уходит. Сила вегетарианства не в агрессии, а в творчестве. А сила вегетариана именно в сомрах. Как хищники не сильны, когда нападают. А в другое время они ленивы. Сила не проявляется, вы не можете на тебе пахать землю. Вы как вегетарианец. Наоборот, в агрессии он слаб. В творчестве, в работе он силен. Сила другого качества, другого направления. И вот такой вопрос. Как, чтобы достижить в мире вегетарианстве, быть вегетарианцем? Не сидят ли у вас, видимо, хищники? Если вы станете на кемоте. Травоярные. И я подумал, действительно. Действительно, вопрос интересный. И я подумал, ну я уже 30 лет вегетарианец, как же я буду вообще? Подумать об этом. У меня есть много знакомых. Жена тоже вместе с ним, дочь выросла, полностью мясное, быть никогда не имел. Не кусочек. Ни интоксикации, ничего. Но почему у нее этой проблемы нет? Что они соприкасаются? Вкуса этого нет. Ей легко. Легко понимать какие-то очень высокие вещи. И это июнь, простите, мою дочь. И я подумал, ну как же мы выживаем, скажем, из том, что вегетарианцы и прочее, где пища освещается, где оккультируются вот эти духовные качества, а мир тот другой. Я пришел в новый пример с коровы. На самом деле корова не съест любой хищник. Волд, лекарь, тигрь, медведь, запросто. Легко убить корову и съесть ее. Да как же она и выживает в наших дней? Как мы? Каждый выживает до сих пор. Но по защите человека это будет. Кто-то защищает эту энергию. Кто-то ценит, кто-то понимает значение коровы. Ее молока, ее присутствия, ее ровоза, ее мочи. Это все очень ценные вещи дает. И кто-то понимает, какие ценные вещи защищает. Видите? Так вот, если вы становитесь вегетарианцем, следовательные принципы чистоты и слухи Богу, кто-то оценит это. И вы просто будете подзащитивать. Дается везение. Предаете покровителям жизни. Ангелы-хранителям жизни. Как дети. У них есть ангелы-хранители, потому что они, естественно, живут чистой жизнью. Пока они живут чистой жизнью, ангелы-хранители. Кто-то проявляет в них вожделение. Все, иди, работай. Теперь сам устраивает свою жизнь. Сам устраивает свою жизнь, потому что это вожделение. И если мы вернемся к чистоте, снова появляется ангелы-хранитель. У каждого человека нужно покровить его сверху, выжить его. Мы должны это осознать. Это сознание Бога в своей жизни. Это реально. У каждого запаса можно жить. Но для этого нужно жить в соответствии с этими принципами чистоты. Главный принцип абсолютной истины – это уметь любить. Конечно. Это высшая карма. Свобода выбора и любовь – это высшая карма. Это не карма. Это наша вечная природа. И если мы достигнем этого осознания, мы же не подчиняемся законам кармы. Наши Божьи нет рождения смерти. Душа и дочери. Тут можно сказать, что я – личность. Я не могу исчерпнуть, могу убить. Я существовал в прошлом. Я существую сейчас. Буду существовать в будущем. Я живу. Для меня нет этих измерений. Это заблутивность. Я уже всегда в настоящем моменте. Я живу. Я постоянно находюсь в этом измерении в вечности. И мир течет, как река передо мной. Эти события жизни. Но я наблюдатель не меняю. Тело меняет. Я чувствую, как меняется тело. Но я живу с прежним. С теми же желаниями. Вечность, знание, блаженство. Молодой ли я – стадо. Ничего, моя природа не меняется. Я дух. Чистый дух. Это наука. Если мы соблюдимся от кармы, каждый будет увидеть. Это не вопрос веры. Это научный факт. Душа бессмертна. Это можно увидеть. Потому как тело меняется каждую секунду, а личность – нет. Личность то же самое остается. Пережившаяся эти фазы жизни, личность то же самое остается. Она неизменна. А тело постоянно, как поток, как душ, как река. Она течет, меняется. Каждую секунду. Триллионные операции сейчас в секунду происходят. В наших летках, пока мы здесь сидим и слушаем. Триллионы операций – да. В этих нейронах то же самое. Триллионы, триллионы, триллионы. Каждую секунду. Столько поток. Поток идет. В космосе. Планеты. Солнце. Зодианом, если возможно. Не знаю, факторы. Джорджи Астрология. Влияние звезд. Влияние общества. Столько. Такой механизм. А зачем? Что-то я просто ходил на работу, заработал деньги, что ли? Какая застрадавшаяся. Что, хоть на все сходится? Да нет. Это мой ум стал. Это просто мой ум стал. Я смотрю, да, я не могу понять голову где. Я боюсь в таком мире, потому что если я сейчас отвергнусь, ты посмотри на армию тоже не будет. Вот к чему я отвергован. Конфликты, проблемы, разногласия. Вот что забирает мой ум. А ведь цель близка для человека. Атхата Брама Джагесу. Ты человек может познать дух. Легко. Про природы. Но в конфликтах невозможно. Откуда конфликт? Мясо. Откуда спиртное? От мяса. Откуда секс? От спиртного и мяса. Язык, желудок, гениталий на одной линии. Человек ест мясо, он же не может его переварить. Он дровоядный практически. Его состав желудочной кислоты длина кишечника. Справиться с мясом сложно. Потребность возникает спиртном. Активизировать пищеварение нужно. Залить жидкого огня туда. И процесс как бы пошел. Справляюсь. Но когда желудок становится гиперактивным, давит на гениталии. Без нужды писать. Вы поели, выпили. И думаете, куда пойти? С чего это надо пойти? У вас жена есть, есть муж, есть семья. А куда нужно идти? Куда нужно идти? Надо пойти. Что-то еще посмотреть хочется. Если, говорите, животное отпустить, куда оно пойдет? Понятно, куда пойдет. Знаете, прекрасно. Если ум что-то отпустить, они пойдут туда же. Никуда в любое место не пойдут. И наша задача вот эти стимуляторы искусственные отрегулировать, чтобы не возбуждать сверхмерные центры. И тогда ум можно поднять по высшим, по чакрам. К высоким, к высшему идеалу. Это семейные традиции. Это не общественный какой-то уплак. Поймите, для нас сейчас это никто не организует в обществе, не в одном государстве. Это именно семейная обязанность. Харма. Харма семьи. Жить в чистоте. Самое чистое. Брак освящен. Рождение ребенка освящается. Жизнь человека священна. Во всех отношениях мы должны осветить свою жизнь. Это семейные принципы. С них начинается развитие цивилизации. Не с руководства политиков или экономистов. Они же организуют внешние стороны бытия, необходимые. Но возвышение цивилизации это исключительно семейные традиции. Которую нельзя утрачивать. Поэтому мы обсуждаем эти темы. Мы связаны это с семьей. А карма это именно чистота. Улучшение качества. Духовная деятельность, которая не отдаёт никакого материального результата. Это освобождение от кармы. А карма. И лучший способ контролировать зума. Освободить его от беспокойства. Это мантра. Звуковая вибрация. Это отдельная тема. Может быть. Отдельная тема. Вот тут ещё будут лекции интересные предстоят здесь. Скорее придет Олег Солнцов. Тут у меня есть. Как стать сильнее обстоятельствами. Тут тоже будет разбирать. Коррекция негативной кармы. Вот вы ещё услышите больше подробностей на эту тему. Я бы ещё сейчас так рассказал. О законах кармы. О законах бытия каких-то. Немножко к хиросовскому бытию подошли. Немножко к хитологу затруднили на отношении мужчины и женщины. И ещё много важных тем остается. Это медитация на звук. Как ум очистить от привычных концепций. От ложных вещей. Как распознавать их. Это уже вопрос о медитации. Я занимаюсь медитацией в 30-м год так же. Сколько я вентериальности. Столько же я занимаюсь медитацией. Параллельно. Потому что. Вы не сможете бросить трудные привычки из медитации. Ум. Зазвучатся с ноготью вкусом. Сигаретки. Или вино. Это. Человек не сможет поставить полностью. Если ты дневно. Зависит ум. Поэтому нужно это делать параллельно. Если вы расстояете есть мясо. Обязательно займитесь умом. У меня вопросы несколько раз. И здесь есть вопрос. Чего начинать духовный путь. Вот. Духовный путь начинается с контроля ума. Вибрация. Духовная вибрация. Это может быть молитва. Потому что я говоришься про страны. Потому что может быть разных религиозных традиций. Я должен быть корректным здесь. Если я скажу. Что только этим путем я буду неправильно поступать. Потому что у меня есть путь. Который я выбрал. Но у вас вам свой путь. Который выбираете. Своя традиция. Но. Принцип неизменный. Потому что в любой традиции духовной. Главное. Это медитация на имена Бога. Досветится имя свое будет. И имя означает. Это какое-то качество божественное. На какой качестве вы медитируете. Какой качестве приобретаете. Например. Вы с вами. 93. Аллаха. Вы медитируете на них. И развиваете эти же качества. Но если соблюдаете принципы. Регулируете принципы. Из-за каждого выхода не далее. Если нет. Результат не придет хороший. Это значит как огонь разжигать. И поливать водой потом. В какой толку. Но здесь именно надо следовать правилам. Чистоты. И заниматься медитацией. Вместе. Когда вы увидите, что с каждым днем. На свои глаза. Вы будете видеть перемены в своей жизни. Каждый день. Каждый божий день. Не так, что мы грешим и каемся. Грешим и каемся. Грешим и каемся. Бесполезно это все. Огонь, вода. Огонь, вода. Один день идет. То есть религия не помогает людям. Когда в этом случае. Отказывается от этого. Потому что обычный человек. Это не предстоит Бога. Неокарство. Он должен защитить женщину. Это невозможно. Это обычный мужчина. Что это водит. Он еще любит сам кого-то. Неодмирант. Мужчина это его природа. Имеет отношение не с одной женщиной. Если это не предстоит Бога говорит. Если он чист. Он тогда может опереться в него. Если, как мы говорили, что вы имеете эти качества. Эти родные. Эти родные. И вот посредоточены. Вы в йоге находились. Тогда все. У вас решен вопрос. Но обычный мужчина. Он предатель. Он несколько женщин любит одного человека. Ему нравится любая красивая женщина. На улице. Это обычный мужчина. Что вы этого хотите? Поэтому замуж за Бога. Но ему нужно быть в доме. Это как духовное посвящение. У женщин и мужчин. Но в идеале, конечно, мужчина должен. А удалиться только одной женой. Но почему я у мужчин и так, а у женщин и так? Потому что у мужчины, поскольку единица этих возможностей. Он глуп. В плане любви он глуп. Он влюбится, а потом только поймет, что с ним случилось. Женщина сразу это увидит. По какими-то небольшим признакам. Девять раз быстрее тренирует. Мужчина девять раз позже. Диплодоз. Знаете такое случилось? У него вот хвост там, за полкилометра. А голова тут. Если хвост укусить. В этой реакции пойдет этот сигнал. Через десять или восемь минут достигает мозга. И он потом обернется еще через. Там уже никого нет. Это мужчина. Поэтому в вопросах любви. Мужчина не эксперт. Именно поэтому рядом жена, которая говорит. Вот тут ты можешь общаться, а тут не можешь общаться. Я не хочу. Не хочу. Туда не ходи. Туда не смотри. И он должен слушать. Потому что это жена. И она защищает. Потому что он глупец этих корпусов. Тут он принимает автитет жены. Она хозяйка крепости, говорится. Она хозяйка в доме крепости семьи. Она защищает. Потому что она чувствительно может видеть эти вещи. Его репутацию защищает. Она понимает будущее. Понимает процессы тоненьше. Материальные. Мужчина устремленный вверх. И нет мира сего немножко должен быть. В экстазе быть немножко. Не пьяный, но в экстазе. Пьяный это подмена. Это искусственность. Мужчина должен в таком блаженстве духовном находиться. И нет мира сего. Потому что рядом жена, она здесь все устраивает. Прекрасно. А он не смотрит на женщину. Он связан с Богом. Такой мужчина крестит и Бога, а у вас позаботится на сто процентов. Но если такого нет мужчины, замуж за Бога нужно быть. В сердце. Это прекрасный образ. Не трудно для женщины. Поймите. Создайте прекрасный образ Бога. Зачем создать оно же существует. Уже описано. Всепривлекающий образ. Медитируйте на него все. Как и Галия относится к опытам над животными. Апробации доказательных препаратов насилия. Это форма насилия отличная. Если мужчина обладает только качеством щедрости, как помочь ему развить два других качества? Ммм. Неплохо. Уже с чего-то можно начать. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Так говоришь? Если вы щедрые, будьте щедры в верном направлении. Потому что туда вы вкладываете свои силы и энергию, вот там сердце ваше будет. Там ваша цель будет. В верном направлении на эти щедрости. И все будет хорошо. Не будьте понапрасну щедрыми. Если вы даете свою щедрость, а даете просто людям, которые не имеют знаний. Они ваши деньги Иисуса просто пробьют. По напрасну все это делаете вы. Найдите направление где-нибудь напрасну вашего усилия. И все. И в этом будет ваша цель и смысл. В обществе сейчас самое важное – это распространение духовных знаний. Нужно всем будет помогать в этом направлении. Жизнь женщины после 50 лет. Что говорится об этом в Вердах? Хорошая жизнь. Никому не нужен уже. И вам уже никто не нужен. Прекрасное время. Если отец. Вообще, да. Согласно чакре Виты в 49 лет вы уже завершили все обязанности. Все. Вы уже духовным человеком влюблены в свою жизнь. Мы мудрец. В 49 лет. Но поскольку сейчас мы отстаем, мы не живем под таким законом. Немножко отстаем, даже немножко. В 50 лет мы можем еще ничего не понимать в жизни. Только начинаем что-то понимать в жизни. В 50 лет самое время влюбиться в Бог. Лучшее энергию. Еще остается много энергию. Еще есть запас. Каких-то лет. наследить себя в духовной практике полностью. Вы счастливы. И как мы сказали, женщины остаются под защитой своих детей. Жестных. Терроризм в Израиле когда закончится? Не закончится. Пока есть интересная концепция, не закончится терроризм. Не ждите этого. Когда? В 90-х годах я сел в одно такси. Один человек мне спросил, таксист. Когда будет лучше? Ну я его понимал, конечно. Ад просто вокруг. Я его спросил, а какого улучшения ждешь? Конкретно скажи. Он говорит, ну когда деньги дадут. Я говорю, скажи мне, а что хорошую часть ты в жизни видишь? Он там, знаете, разразился минут на 10. Ну а вот все. Он рассказал от сердца. Отчаяние. Такой кошмар. Я говорю, даже почему ты ждешь уже? Если все такое творится, то где же причина ждать? Почему вы ждете? Причина этих актов, то что вы написали. Телесная концепция жизни. Душа-то забыли. Все идут молиться. А душа не забыли. А что же мы молимся? Дай мне здоровье. Дай мне денег. И пусть все мои родители сдохнут. Молиться с двух сторон. И Бог озадачен. Какое же надо исполнять? И того нужно упить, и того нужно упить. И тому здоровье, и тому здоровье. Он не стреляет друг друга, и должен быть здоровый выбор. Ведь есть еще свобода выбора. Не только Бог. Свобода выбора. И что же мы творим? Это интересная концепция. Черные, белые, араты, не знаю, Палестина, там еще что-то. Евреи, не евреи. Когда же постигнет дух, тогда все закончится. Мы же это упоминали. Не ждите, не ждите. Нужно образование сейчас, получается, распространять, что такое душа, что такое настоящий мир, что такое настоящая любовь ко всему живому. Человек совершенно признается тогда, когда равно относится ко всем живым существам. Не выделяет никакую национальность, никакую религию. Не хочет мирового господства. А хочет служить. Все служить посвящаясь жертве. Вот что нужно сейчас обучать. И хотя бы, если мы 2% людей таких создадим, говорится в обществе, все, измерите. 2% достаточно. Пока практически ноль, нулю еще. Ого, нуля цифра очень мало. Но все-таки уже что-то есть. Интересная концепция. Я еврей, я русский, я американец, я то, я все. Животные думают так же. Я собака, я кошка. В чем разница? Вот и карма. А карма означает, я не могу видеть по-другому. Я вижу тело. Ненавистное тело, вижу враг. Друг враг, друг враг, друг враг. Нет ни такого друга врага. Придумали все это? Телесные концепции. Вы утвердили, святую, законник еще. Как, может быть, человек врагом остается по-другому молиться Богу? Ну с чего разница? Бог один. Ну как это возможно? Интересная концепция. Я это тело. Я горжусь, я арен. Дитлер тоже сказал с нами Бог, и что он творил. Интересная концепция. Бог означает, что теперь мы видим всех частичками Бога. Тогда мы говорим слово Бог. Правда. Иначе мы опадывали этим словом миллиарды людей. Слово Бога. А как еще опадывали? Лучшее слово для опадывания. Но критерий каков? Да. Ты можешь быть опадывалом, если ты познал душу. Если отличаешь материю Дух, тогда, пожалуйста, говори язык, кто использует. Если нет, зашить ему рот. Потому что это теоретические акты. Это политика. Это консклагеря. Это несчастье. Это смерть просто. Поэтому познайте Духовы. Познайте самого себя. У Кришны, жена Лакшми, у Шипа Парватин, даже в Пуране, говорит, что они не могут быть ничьими другими мужьями. Так, за какого Бога выходить? Ну, замуж. А где еще проблема? Сколько проявлением Бога? Какой Бог будет замуж? Ну, смотри, вот человек едва ли. За кого будет замуж? За человека? Или за бизнесмена? Или за секс-бомбу? Ну, тоже есть разные стороны личности. Так же у Бога есть разные стороны. Но они все духовные. Тут не важно. Важно именно быть замуж лично за Бога. Не за его энергией. Ну что, Бог же может дать энергии какие-то, верно? Вот я говорю, мне нравится ваша красота. Вы мне не нужны. Но красотой могу попользоваться. Бог – это красота. И я могу сказать, меня ваши деньги привлекают. Мне не очень интересно, но деньги ваши привлекают. Можно? Замуж или жениц? Так вот выбирайте, что же хотите. И вот выбирайте его как возлюбленного. Влюбитесь именно. Вы должны смотреть эти формы, читать о них, слышать о них. Воспринимать. Вот эти Кураны, которые существуют. Истории. Древние, древние истории. Об аватарах. О различных инкарнациях Бога. О его шахтевешаватарах. О святых, в конце концов. То есть наполнено все это. Фураном. Писанием. И я уверяю вас, вы любите обязательно до кого-то. Вы просто почувствуете, вот он мой Бог. Потому что это индивидуально. До кого-то Бог – это что-то, знаете, Иисус Ветный. Сюда смотреть нельзя. Да вот даже думать нельзя. Вот непостижим. Вот просто, знаете, вот просто молюсь такой силой невероятной. Вот благоговей перед ней. Тоже может быть. Почему нет? Это уже индивидуально, как мы сказали. Тут все не могут нарезать что-то. И вот за кого вы идите замуж, это уже просто вашего вкуса, вашего сердца. Важно, чтобы это был Бог. Было одно из его проявлений. Что полностью Бога познать невозможно. Можно понять только свои отношения с Ним. Он непостижим, ни для кого. Он безграничен. Поэтому замуж, да, собирайтесь. С чего начать, чтобы направить мужчину к Богу? Путь сверху мужчины. Через живу, как вы же знаете, как же начали. Вот и все. Он пойдет, и все. Готовьте пищу, освящайте ее. Кормите мужа. И он заинтересуется постепенно, как бы добрее и добрее становится человеком. И на самом деле, да, это работает. Освященная пища в семье – это очень важно. У нас эту карму устраняется медленно. А если что-то пища – это пища из духовного мира на самом деле. Это той пищи, которая коснулся Бога, говорится. Она уже духовная, но не материальная. И женщина должна быть таким искусственным себе готовить и еще освящать. Вообще, по правилам, женщина готовит, а муж освящает. Но не вместе. Но если муж еще не освящает, только ест, тогда освящайте сами. Это тайное оружие, говорится, духовное. Проникает прямо вот в сердце, через животное. Есть такие примеры. Немало таких примеров. Дианин из таких примеров. Я через пищу пишу об этом. Существует лень в половинке душ. Любая душа – это частичка. Или половинка. Ну, точнее сказать, частичка. Половинок слишком много. Частичка. Но если вы думаете о половинке по-другому, то вы, наверное, ошибетесь. Например, как я езжу свою половинку? Сейчас покажу. Вот так вот. Смотрите. Вот я – частичка, половинка. Мне нужна другая половинка. Какая сейчас попробуем? О, подходит, смотрите. Вот эта половинка. Вот лежи, ничего не делай вообще. Супер половинка. Вот такую половинку я ищу. Есть такая половинка? Нет. Кто-то хочет бы такую половинку? Никто не хочет. Вот чем проблема? Нет. Вы берете одну половинку, кустовки, щебенки. У нее такое ложное эго. У каждого свой характер такой. И другую, такую же. С поворотами своими. Да. И вот вы их в браке, что так считаете, соединяете. С искрами, скрежетно, с песком. И через какое-то время получаете такую гальку приятную. Все. Получили. То есть, в любом случае, у нас заслуги, усилия определенные. Либо в прошлой жизни совершили эти усилия, а мы уже не получили такую половинку. Либо в этой жизни мы должны заработать это. То есть, женщина получает уже такого заслуживания. И вот с этим нужно работать. Итак, с одной стороны у нас еще вопросы. Нужно последний вопрос, потому что уже время стекает. Как правильно освещать пищу? Со сцены не буду говорить, как я это делаю. В своей традиции. У нас есть двух парамбара, через которые мы все идем. То есть, есть приятность психическая. Я часть этой приятности. Вы либо можете взять эту традицию, если хотите, найти в Патриарном Иеруси. И по всей традиции просто предлагать пищу Богу, готовить для Него с мыслями о Нем. Не пробуйте пищу приготовить. Никогда. Он первый должен попробовать. И вот и как можно лучше все. С осознанием, что он попробует. Вкус, качество. Потом с любовью должны предложить. Алтайскую, можете иметь или мысленную. Чистую тарелочку специальную для него. И с мыслями можете и словом сказать. Здоровый Господь примет скромное подношение. То есть, это тебе с любовью. Вот это важно. Потому что ему не нужна эта пища. Нужна любовь. Все. Если вы хотите их традиционно сделать так, что прям вот уже налаженную связь, канал использует. Тогда нужна Гуру Парампара. Это по вашему желанию. Вы решили. Муж и жена видят свой путь духовного совершенствования. И изменение образа в жизни. Переездили в другое место, в другую страну. Но обоих есть представители родителей, любящие внуков. Родители не одобряют выборы. И как решить эту дилемму. Вот мир сейчас, видите, отчуждается. Потому что условия жизни разбрасывают разные места. То есть, семья не должна разбрасывать вообще никакая. Семья это означает не только муж и жена. Это не семья, это чипенцы. Это муж, жена, родители, прородители, дяди, тети, племянники, внуки, дети, выводные братья и так далее. Вот это семья, отра. Это семья. Там много общения. А сейчас это муж, жена, ребенок. Это так чипенцы называются. Они в одиночестве выживают. Это сейчас проведение семейных людей. Что вы не можете получить поддержки друг от друга, потому что вы рассеяны повсюду. Родители там, вы здесь. Да и общаться сложно с ними друг с другом. Где карлика, то что все ссорятся. Это трагедия жизни. Поэтому, понятно, что родители не хотят, чтобы семья рассеялась куда-то. Дети уезжают, там внуки, вы их не увидите больше. Вы будете тосковать и прочие проблемы. Но другие говорят, что мы не можем этой стране, нам нужно другую страну. И тех понять можно, этих понять можно. Вот пока так. Если хотите семья, то семья сейчас в таком состоянии. Поэтому давайте начнем с самосознания. Не с этих вопросов. Этот вопрос сейчас не можно решить. Уж как поступить, как уже решить. Но начните с самосознания. Вот это будет начать. В одном из ваших семинаров мы слышали чудесное пение вашей жены, как можно найти в интернете. Интернете можно найти, не знаю только. Но вот она сегодня заболела и не пришла. Должна выпить свою боль. Вот так. Так. Время, это будет как-то. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ